Почему ты пытаешься выстоять в борьбе против всего человечества? А кто сказал, что я собираюсь бороться против всего человечества? Твое юридическое полноправие ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения. А вот биологическое... Я рожден на земле, от земных отца и матери. И никому не позволю считать себя нелюдью. И все-таки кто мы? Мы люди, Дэв. И верю, что мы познаваемы. Да, видимо, не сразу. И уж, конечно, не в лабораториях. И не в зонах спецкарантина. Мы можем принести много пользы, очень много. Я совсем не уверен, что именно теперь вот нашему поколению удастся понять суть. Но я думаю, что наш опыт поможет вот тем, кто идет вслед за нами, поможет приблизиться к истине. Они поймут то, что для нас сейчас тайна. Всем привет! 13 ноября 2023 года, 18 МСК. Прямой эфир, голосовой чат в телеге. Сургутнадзор. Руку тянет Александр. Включил микрофон. Александр, говори. Светлана. Это вышибло. Александр. Микрофон не включает. Остальные молчат, руки не тянут. Живо? Можно вопрос задать? Здравствуйте. Можно? Привет. Не слышу. Можно? Привет. Можно. Антон, рада. Благодарю тебе, что ты повторно после вчерашнего эфира сделал. Потому что вчера было поздно, а сегодня вот в самый раз. Вопрос по поверенному. Кто-то делал поверенного? Я не составила, а сперла шаблон готовый. Вот теперь мысль, годится он или нет. В интернете нашла. Подожди. Давай проясним для всех. Во-первых, ответь на вопрос, кто такой поверенный, раз ты подняла эту тему, поясни для всех. А во-вторых, поясни слово сперла. Ну, нашла. Нашла и с кому мы взяли этот шаблон. Вот только что. В общем, поверенный, это выступает как доверенное лицо, фамилия, имя, отчество. Десто паспорта. И долго я мыслила над этой темой. А сегодня вдруг раз и увидела шаблон готовый. Быстро его заполнила. А теперь мысли, годится он или не годится. То есть, примут у меня или не примут его. В теле два уже ходила. Один раз сама составила. То есть, вот для разъяснения, эта доверенность составляется по нотариальному типу. Только от фамилии, имя, отчество. А составляет поверенные персоны. По международному праву. Ясно рассказала? Нет, не ясно. В чем отличие от нотариальной доверенности? Ну, в том, что составляешь сам. Ну, вот я сама составляю. А к нотариусу не нужно ходить. Очень точное определение. Ты дала слово «сперло». Коммунизм от слова «коммун». То есть, общие. Зала из общего русского. Да, взяла из общего русского. Чем поверенные от доверенного отличаются? Нет. Поверенные – это тот, кто носит эту... Ну, вот я являюсь поверенным персоном. А чем от доверителя? А доверяет мне? Вот эта персона доверяет она мне. Она не живая. Я живая. Вот этим и отличается. Поверенный – живой. А неповеренный – тот, который... Поверение имя отчества. Учетная запись. Подожди. Ты сказала, персона доверяет тебе. А персона умеет верить? Персона доверяет мне так, Антон. Вот в этих мелочах очень хорошо, что я задала этот вопрос. И что ты мне вот эти встречные вопросы. Потому что, когда я приду опять в теле два, и они тоже будут на меня смотреть. И вот эти вопросы у них, которые ты мне задаешь, проговариваешь, ставят меня так вот рот открываю и мыслю. А что же я отвечу им? Вот уже не тебе, а им я так отвечу. Смотри, пожалуйста, еще вопрос. Ну, я вот на той фразе, как ты сказала, персона доверяет мне, я бы уже на этой фразе на месте оператора в теле два нажал бы тревожную кнопку и вызвал бы белый палат. И я сейчас тоже так же бы сделала, да, 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 да. То есть я сама себе пишу доверенность от учетной записи. Вот так нужно, да? Так уже не вызывает тревожную кнопку желание нажать? Еще больше вызывает желание, потому что вообще запутала. Я с тобой сейчас вступил в мини-игру такую, по которой ты инициировала игру под названием «Поверенный». Я вот кручу, верчу вокруг вот этого слова «Поверенный» и пытаюсь разобраться, ну, как бы, играя роль того, кто не знает, кто такой «Поверенный». Твоя задача не разъяснить, один раз яснила и сразу стало ясно с одного раза, но у тебя это не получается. Не получается. Кто такой «Поверенный»? «Поверенный» в делах. Подмога нужна подкрепление 30 трех участников по 38. Сними, сними дядька Черномор, 33 богатыря, что ли? Это что, куда тебя происходит? 38 уже, уже 38 участников. Уже 38? Да, 38. Это что ты читаешь вообще такое? Ну, чат твой, твой чат, у тебя 38 сейчас участников. И 38 участников слушают меня, а я не могу рассказать. А, ты про это, сколько в эфире? Я уже думал, ты там, что-то тебе в сторону сказок понесло. Нет. Вот рано сижу, смотрю. И вот очень радую тебя, что ты задал мне такой вопрос, а я в тупик встала. Зашла, зашла в тупик. Так все-таки ответь на вопрос. Персона может... Не отвечу, не отвечу, потому что я вот реально сижу, вот такая вся, знаешь, в тупик зашла. Так я тебе показываю, где выход, а ты даже искать не хочешь. Персона может доверять кому-то? Ну, конечно, нет. Это же вымысливое на все. Персона нет. Задавай еще мне на все. Подожди, подожди. Ответ однозначно есть? Ой, однозначно нет или есть варианты? Ну, конечно, нет. Нет вариантов, не может персона. Персона доверять. Ошибаешься, персона может доверять. Потому что есть такая штука, называется нотариальная доверенность. Оформляется от имени персоны на имя персоны. Вот. Благодарю. А за что? То есть тебе же не ясно ничего. А вот теперь я представила прошедшее событие, как приходила к нотариусу, и да, и да, она печатала же от вымышленного лица, например, от кого-то, кому-то, да? Все ясно. Ну, вот хотя бы вот этот момент стал мне ясен, что персона может доверять кому-то. Благодарю тебе, Антон. Антон. А теперь как это клеится с тем выводом, что персона не может никому доверять, потому что у персоны нету веры? Помогай. Помогай мне ставить мысли. Помогаю. Подожди. Живо. Подожди. Ну, постарайся четко отвечать на вопросы. Да, нет, не знаю. Не знаю. Не знаю. Отлично. У персона есть вера? Ну, конечно, нет. А как она может доверять другой персоне? Через другого живого участника. То есть кто кому доверяет? Ну, пишет, например, нотариус, да? А доверяют живые, мужчин и женщинам. Кто первый источник веры? Женщина, мужчина. Мужчина, женщина. То есть живое существо с волей и с верой. Правильно? Однозначно. Ну, и что получается? Какая цепочка? Кто кому доверяет? То есть я сама себе и доверяю. Вот это вот. Доступать в этой роли поверенного. И кто такой поверенный? Роль. Роль, которую исполняет, ну, вот в моем случае, женщина. Поверенный – это прилагательное. То есть оно должен быть, ну, некий такой субъект или объект, как хочешь называть. Поверенный – кого, чего? Учетная запись. Ну, или персоны. Вот в этом я еще тоже плаваю. Как назвать? Учетная запись или персона в этой доверенности. Ну, потому что не изучила досконально. Вот это международное частное право. Там наверняка кроется ответ. Нет, ответы всегда в логике. В международном праве отображена обыкновенная человеческая, ну, осознанная логика. Тогда возвращаемся к твоему вопросу. Повтори, пожалуйста, еще вопрос. Я хочу, чтобы ты выстроила цепочку, где первоисточник веры, кто доверяет, кому доверяет, через кого доверяет и что доверяет. Кто доверяет, женщина, кому доверяет, сама себе, доверяет выступать в роли... Подожди, подожди, подожди. Зачем тебе, себе самой доверять и при этом идти к нотариусу? Зачем? Нет, 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 нет. Нотариус был приплетен только для того, как образ, как образ, который, на примере которого, происходят действия. Нет, нотариус тут вообще ни при чем. Я говорю про ситуацию с нотариусом. Самая знаменитая ситуация для всех. То есть знакомая всем. Когда приходят к нотариусу и делают доверенность от одной персоны к другой. А что на самом деле происходит? Мало кто соображает. Так вот, дети, я у тебя и попытаюсь выяснить, построить логическую цепочку у тебя в осознании. Кто приходит к нотариусу, что доверяет, кому доверяет? И потом сам Гонцетт, самое главное, что доверяет? Ну, доверяет свое право, что ли, свои возможности передает. Ну, это про нотариуса. А в случае с поверенным к нотариусу методиками, в конечном итоге у нотариуса, живые мужчины и женщины, хозяева, отказываются быть хозяевами. В конечном итоге. Ну, и так я вижу. А кто кому доверяет через нотариуса? Через нотариуса живые мужчины и женщины доверяют государству или фирме часто. Все свои имущества. В какой фирме? Нотариусу, что ли, или что-то не ясно. Нет, нотариусы выступают также доверенным лицом от имени, ну, будем говорить, частной фирмы либо государства. А что доверяют? Мужчины и женщины, что доверяют? Отдают все свои полномочия через нотариуса, вот частной фирме либо государству. Кому отдают? Частной фирме либо государству. Все свои полномочия. Ничего не ясно. Какой частной фирме? Ну, государству тогда будем говорить. А ты мне не который? Я ни разу не видел, чтобы была написана доверенность, что такая-то персона доверяет государству. А нотариус что делает? Нотариус в конечном итоге все это пишет в реестре. А реестры чьи? Не наши же, не мои. Чьи реестры нотариусы. Вот как игра, да, как игра происходит, что я, например, доверяю Антону, а нотариус тем временем, пишет, играет свою игру, верно же? Роль нотариуса в чем? Она, вот мы с тобой, например, да, мы с тобой пришли как будто бы я доверяю тебе, а нотариус, она свою игру играет. И заносит все в реестры. Но мы видим то, что она заполнила доверенность, например, и от имени персоны. Женщина доверила нотариусу свои полномочия, которые в конечном итоге нотариус передала другому, например, тебе. Мы видим это. А на самом деле происходит то, что она передала всю фирму, ну, государству. Где мы это видим? Я ни разу этого не видел. В реестрах. Мы этого не видим, да. Мы этого не видим. Мне кажется, у тебя не совсем ясное осознание, что происходит. Ну, нет, я согласна с тобой, тебе не кажется, это именно так и есть, потому что я обучаю себя, и в связи с этим я и задала этот вопрос. Живо на будущее. Вот ты сейчас в прямом эфире, тебя многие слышат, тебя многие слушают, идет запись. Ты находишься в общественно-правом поле. Даже если ты залезла в какую-то игру, никогда не забывай делать предположения, чтобы, не дай бог, тебе не приписали какие-либо утверждения. То есть я тебе не зря сказал, да, нет, не знаю, есть еще варианты, предполагаю, возможно, вот так-то, вот так-то. У тебя этих слов не было, от тебя это звучало как утверждение. Поэтому это первичные признаки и основания для нажатия кнопки. Антон, благодарю. И еще произношу в дополнение к сказанному, что все, что я сказала, предположение и видение игры, то, что все в игре, ни в коем случае не утверждение. Благодарю. И палец медленно вполз с кнопки. И белые халаты опять повесились на вешалку. Благодарю, Антон. И все слушатели, извините, если что не так. Наоборот, это очень отличный пример. Поясняю. Значит, у нотариуса совершается нотариальное действие, почитая закон о нотариате для самообразования. Какие обязанности у нотариуса, какие у него права, полномочия и что он имеет право делать, что не имеет право делать. Какие отдельные нотариальные действия он имеет право производить. Это все, конечно, теория, но для общего образования, для общего формирования образа и для осознания это очень полезно. Так вот, у нотариуса выписывается доверенность от одной персоне к другой персоне. А как может одна персона доверять другой? Да вообще никак. Потому что за персоной стоит живой мужчина или живая женщина, у которых и есть и вера, и интересы. То есть приходит живой мужчина и через свою персону, доверяя персоне другой, допустим, женщины, представляет свои интересы. То есть интересы через веру. Я ей доверяю, этой женщине, а в системе система не видит ни живых мужчин, ни живых женщин. Соответственно, наши агенты — это персоны в системе. Они представляют наши интересы. Система так устроена. И вот через свою персону я, допустим, доверяю твоей персоне. Я уже так делал и заходил с такой доверенностью в суд. И когда меня спрашивали, это типа, вам доверили? Я говорю, нет. Женщина доверила через свою персону моей персоне. Я представляю ее интересы через свою персону, через доверенность от ее персоны моей персоне. Ну, короче, звучит каламбурно, какой-то винегрет, но логически это все четко расставлено. А у нотариуса одна функция — зафиксировать этот факт и распространить всем заинтересованным, в кавычках, лицам. То есть, бенефициарам всех лиц, которые зарегистрированы Российской Федерацией. Чтобы не было беспорядка, чтобы не было хаоса. Чтобы все знали, что вот этот через свою персону доверил другой персоне. И, соответственно, такие доверенности можно отзывать, аннулировать, продлевать и т.д. и т.п. И, по идее, доступ к этим реестрам должен быть у всех, у кого есть персоны в Российской Федерации. Что мы и наблюдаем. Вот эта система даже не доверительного управления, а доверительного представления интересов. Возвращаемся к вопросу, кто такой поверенный? Можешь ответить теперь? Ты знаешь, я сейчас в таком эмоциональном состоянии, лучше я послушаю, ладно? Благодарю тебя за последние слова, за то, что система доверительного управления, она для всех. Вот это для меня очень важно услышать. Возьми ручку с бумажкой и нарисуй уровни, прям горизонтальная линия. Внизу на низшем уровне находятся персоны, вот эти фио, граждане физические лица. А вверху находится на среднем уровне, это живые женщины и живые мужчины. И вот проведи линии, как вера и как интересы распространяются на интересы других живых мужчин через систему. Система внизу. Живые мужчины и женщины на среднем уровне. И вот если линию провести, то от живого мужчины, вот он слева, да, или там справа, неважно, короче, вот с одной стороны слева. И от него идет вниз интерес и вера, доверие в сторону персоны в виде паспорта. Потом от этого паспорта к другому паспорту. Почему они паспорта требуют? Именно натериально заверенной доверенности от паспорта к паспорту. От паспортных данных к паспортным данным. То есть это вот на нижнем уровне, на уровне системы идет тоже линия. И потом она обратно поднимается вверх, в сторону женщины, то есть через ее персону. Вот это путь. Благодарю, нарисовала. Отсюда и фраза. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кто не в курсе. Я вот сейчас перед эфиром смотрел фильм старый советский 70-го года. Называется «Тайна металлической или железной двери». Где-то мальчик нашел коробок со спичками, каждый из которых исполняет желание. И на коробке написана буква «Я», которая в зеркале, и это в самом фильме показано, отображается там вот этот хозяин этих спичек, типа волшебник. У него на шлеме белом, похожем на полицейский шлем британский, но он белый. У него впереди на этом шлеме круг, и в этом круге буква «Я». Ее специально режиссер отображает зеркально, получается знак «Регистерет». То есть занесено в реестр, зарегистрировано право. То есть в этом фильме, я хочу сказать, очень много подсказок. Там каждая песня, каждое слово. Прям очень интересный фильм. Тайна железной двери, по-моему, и стальной. Да, да, железной двери. Антон, благодарю тебя очень. Всех благ. И слушателей благодарю. Так, у нас у Рик хочет поговорить. Так, живо благодарю за разговор. Сейчас это отключу микрофон. Если захочешь взять слово, тяни руку. Добрый вечер. Привет. Антон, в одном из роликов ты выносил отвод судьям и секретарю, а также всей судебной системе. То есть фактически подошли к тупику. Но тупик – это тоже полезное сооружение в определенных случаях. А дальше что? Вот как твои мысли? Как отстаивать интересы в суде? В таком случае. Ты не совсем точно донес информацию. На самом деле совсем другое произошло. Уточни, пожалуйста. По поводу чего? Уточните. Ну вот то, что ты только что сказал, такого вообще не было. Ну, может быть, я ошибся, но, по крайней мере, я так понял. Ты неправильно понял. Ну, хорошо. А вот с твоей стороны, как это ты видишь? То есть, допустим, судья фальсифицирует дело, судья что-то еще не так делает. Ты ему говоришь белое, а он говорит черное. И все. То есть на этом дело, скажем, все равно я как вижу, так и вижу. Как быть дальше? Ну, во-первых, я тебе хочу сказать, что ты видел то и слышал то, что на самом деле не происходило. Я тебе советую пересмотреть видео, потому что там происходили совершенно другие события. Ну, я в чем ошибся? Я не заявлял отвод всей судебной системе. А как это было тогда? Ну, то есть, допустим, отвод, понятно, можно в суде, отвод в секретарю. Или там, скажем, не с каким-то, если на видеоконференции было. Как тогда было? Вот я тебе и советую пересмотреть. Тогда как искать справедливость в суде? В таком случае. В каком суде? В нашем российском суде. Пока он у нас единственный. Ты его признаешь судом? Нет, я не признаю суд. Но, по крайней мере, если пользоваться теми наработками, которые у тебя есть, то есть знания, ты не попадешь в неприятную ситуацию. Такие, как, скажем, ну и попадал ты уже, там, принудительное психиатрическое лечение. Как из вариантов. Наркотики могут подбросить, ну и так далее, и то прочее. Там, там, 150 случаев может быть. И если ты не знаешь, как себя вести, и не знаешь, что делать, ты, соответственно, будешь или под нейролептиками, или в колонии, и так далее, и там прочее. Подскажи, насколько тебе известно, я был под нейролептикой? Ну, с твоих слов, я не знаю, кололи тебе или нет, но в психоневрологическом принудительном лечении ты был, я насколько понимаю. С твоих слов. Ошибаешься, я никогда такого не говорил. И не был. По факту лечения никогда не оказывалось, и у меня на это есть как минимум 8 бумаг доказывающих мои слова. Ну, хорошо. Твои мысли, вот смотри, понимаешь, люди сейчас начинают, значит, что-то заявлять о себе. Значит, по крайней мере, маленькая сноска должна быть не повторять, сделана профессионалами. Потому что, вот, многие попали же, вот, на такую удочку, что, вот, они что-то делают, не зная как, и, соответственно, вот, я беру и сиво-железовое, и всех остальных. То есть, объявляют сумасшедшим. Не знаешь, как правильно себя защитить, и, соответственно, попадаешь в спецучреждение. Это не только касается сиво-железовое и остальных, там, скажем, сама система с клыками, и на которых кровь еще не обсохла от остальных. То есть, сейчас она просто показывает зубы. Вопрос не ясен. Алло, Сорик, тебя не слышно. Что-то случилось у меня со связью. Желаю еще есть пообщаться, поговорить. Сорик, у тебя микрофон работает, нет? А сейчас слышно меня? Сейчас слышно. А, ну, это, наверное, с интернетом немножко. Вопрос, подожди. Я, подожди, сформулировай вопрос. Встаивать свои права в организации, которая фальсифицирует дело и смотрит тебе в глаза, улыбаясь. То есть, не только фальсифицирует, но и, скажем, все, что хочешь, сделает. И скажет на белый черт. Как быть? Ответ был дал давно, в ходе прямых эфиров и в ходе освещения тех событий, которые происходили пять лет назад, связанные вот как раз с незаконными задержаниями, определением в дурку пожизненно, незаконно. Ответ дан там. Главный ответ, совет дал начальник отдела Т по борьбе с терроризмом и экстремизмом Дмитрий Николаевич. Что-то я его это... Сорик, научись, пожалуйста, разговаривать в чатах. Если ты молчишь, микрофон отключен. Микрофон у тебя должен быть включен только когда ты разговариваешь. Благодарство. Луценко Дмитрий Николаевич, начальник отдела Т по борьбе с терроризмом и экстремизмом в МВД России по городу Сургут. Дал совет. Да будь ты человека. Вот и я тебе его передаю, его слова. И видео «Самостоятельная правозащита» три части. Этих знаний достаточно. Мало кто их усваивает. То есть «Правильная защита – лучшее нападение», правильно? Я про нападение вообще ничего не говорил. Нет, это я говорю. Ты предлагаешь нападать? Ну, с умом. Но это не каждому, да, но это... Как сказал, фразу Невского перефразирует. Кто к нам с умом придет, тот от чего? С ума? Да-да, золотые слова, да. Ну, вот отсюда тебе и причина, почему многих дурку отвозят. Слишком много умничают. Вместо того, чтобы быть человеком. Ну, я думаю, здесь не только нужно быть человеком, но и нужно... Что нужно? Пропала связь опять. Найди стабильный источник связи. Ссори, их тебя не слышно. Что нужно? Все, выбила его. Лариса, слушайте. Добрый вечер. А, я крайне редко... А, в чате бывает. В общем, у меня такой вопрос по поводу пенсии. Я краем уха где-то вот слышала о том, что я могу подать заявление не в пенсионный сам фонд, да, а, как он там еще называется, откуда, ну, пенсии начисляют. В САБИС, по-моему, да, называется. И подать заявление на назначить трудовую пенсию. Вот. Вот что-то вот такое вот. Вы можете пояснить? Сказать, что якобы нужно сделать так? Точнее не знаю. Благодарю. Об этом очень хорошо рассказала Наталья Рыбкина в последнем эфире на Ютубе у нее на канале. Зайди на Ютубе Наталья Рыбкина, выбери трансляции и последний прямой эфир она там рассказывает. Я точно помню, она поднимала эту тему и про страховую, и про трудовую, все равно там рассказывала. И также, если там не найдешь ответ, по-моему, она дублировала, она иногда по два-три раза рассказывает, потому что они эти же вопросы задают. В телеграм-канале Наталья Рыбкина, есть аудиозапись. Так, по-моему, среда, 8 октября. Полистай выше, там 8 октября должна быть аудиозапись выложена. На октябре я записала, благодарю. А еще у меня вопрос, я сейчас посмотрю обязательно. Подожди, подожди, ошибся. Не октября, ноября. Вот недавно. Ноября, благодарю. По правилам. А я у меня такой вопрос. Я завтра иду относить самоопределение. Вот. Мировому судье там письмо какое-то пришло. Не знаю, что там за письмо, но я на почту не сходила, не взяла. Решила прямо сразу идти в канцелярию и спросить, что там за письмо, что там завели. Вот, ну, по неоплате, наверное, коммуналки. Вот, я хотела спросить, можно ли мне вот на самоопределение наклеить марку в конце, там, допустим, на первом листе, в конце, не будет ли это являться векселем, допустим. Я просто не очень в этой теме еще. Недавно, как говорят, проснулась. Вопрос не ясен. Переформулируй, пожалуйста. Самоопределение написала, да? Вот. И я где-то вот видела, нужно либо, значит, палец поставить, печать, либо марку приклеить. Нужно ли это вообще делать на самоопределение? Я хочу мировому суде отнести самоопределение. Будет это являться векселем? Дай мне, пожалуйста, определение, слово самоопределение. Ну, это вроде как определиться, то есть объявить себя, ну, не то чтобы живой. Живой – это понятно, что я пишу, значит, я и так баю. Вот. Это значит, ну, не то чтобы объяснить, написать, кто я есть, для чего я. И не то чтобы цель какую преследовать, да? Ну, что-то вот такой вот маленькой характеристики, так скажем. Без всяких просьб, вот, и всяких статей там разных, не указывать. Вот, из законов там и тому подобное. Ты сейчас попыталась дать разъяснение смысла слова самоопределения, что оно означает и что оно содержит. Конкретно ты пыталась описать бумагу под названием самоопределение. Я же тебе говорю не о бумаге, не о том, что там написано, а о самом слове. Дай определение слову самоопределение. Не знаю, наверное, самоопределиться как-то. Я не смотрела словарь. Ой, если бы я тебе иностранное слово произносил, я бы еще это, как-то бы воспринял, что нужно посмотреть словарь. Но когда я тебе говорю на том же языке, что мы с тобой разговариваем, и буквально произношу определение слова самоопределения, и всего лишь его нужно разделить на два слова и сказать члены раздельные эти два слова, чтобы дать определение слову самоопределения. Ну, проще некуда. Ты можешь дать определение слову самоопределения? Ну да, сама определяюсь. Понятно, вроде бы, да, два слова там оказывается. Ну, так ответь мне, нужно ставить то, что ты сказала, или не нужно? Кто определяет? Полагаю, что нет. Определяю я сама. Ты уже определила или позже решишь? Нет, вроде бы я уже определилась. Куда позже-то? Ты ответила на свой вопрос? Да, благодарю. Вот это называется самоответ через вопросы. Благодарствую. Еще вопросы есть, Лариса? Вопросы есть еще? Меня спрашиваете? Да, вроде пока нет. Ну, вопросов, конечно, очень много, но я пока разбираюсь. Пытаюсь сама разговариваться. Я сейчас буду искать, вот, благодарю. Вот включилась та самая самость, которая почему-то у тебя молчала. А сейчас она, как говорится, проснулась и начала фурычить по полной программе. Все, она уже мысленно не с нами. Добро, благодарствую. Ми-7 тянет руку. Ми-7, говори. Ми-7, куда делся? Что-то не вижу тебя. Включи микрофон и говори. Ми-7. Молчит. Меня слышно? Сейчас, да. Не знаю, это... И повторю, наверное, вопрос. Это... В прошлом году я взял, был кредит в банке. Ну, мудрил-то я залезть, вот, кашу эту. И что интересно, хотел поделиться с вами. Мне слышно хорошо? Слышно, и говори. Вот я эти выписки... Правда, я, слава богу, творцу небесному... Что-то я погасил этот кредит. Ну, вот я их сохранил. Смотрите, как интересно. Пишется. Тут это на... Ну, когда я оплачивал каждый месяц. Бенефицар, Михаил, ну, и фамилия. Инкассация оплачена через Михаила и фамилия. Через... Это и принт... Ну, это же... Как привести принт? Принт через... Тоже как-то так вот... Фамилия и... Капсом фамилия и капсом имя. И идентификационный номер. Смотрите, как интересно они это все крутят, вертят и... Накалывают. И получается, что я сам себе же и этот... Деньги выдавал, понимаете? Они... А, и я когда гасил этот... Взял это от них, чтобы отцепиться... Вернул им деньги. И... Что было? Начали мне выдавать бумаги. Чтобы я подписал только там... Фамилия, имя, отчество. И роспись. Я начал фотографировать. Фотографировать эти бланки, которые они мне выдавали. Там были пустые стройки, которые они потом заполнять будут. Ну, я такой взял и это... Начал фотографировать. Нельзя так делать. Я говорю, вы мне еще будете ксерокопию всех этих бумаг. Это для личного пользования банка. Я говорю, не может быть ничего для вашего пользования. Все, что касается моих персональных данных, я являюсь единственным бенефициаром этих персональных данных. И ничего вам не принадлежит. Ну, и я еще это... Это... Без акцента, без ущерба на имущество на меня. Написал там. Они вообще там в шоке и недовольные. И я этих сфотографировал, но качество этой камеры вообще, не знаю, ну, старенький телефон не очень четко. Без подробностей про эти телефоны суть говорит. Дело в том, что там было на одном листе был курс валют разный. Понимаете, там афера идет с валютой. Код валюты, с какого на какой там, вот именно вот это. Обман. Обман. Вот я говорю, у вас 643-й, 810-й, а у нас, я говорю, другой код. Но тоже все равно они переводят, как-то мутят вот с этими курс валютами. И говорю, очень недовольные были насчет того, что я сфотографировал это все дело. Еще одно, друзья мои, подскажите мне, как у меня вот Дотя средненькая. Получается, сейчас нужно будет делать удостоверение, ну, документ. Требует со школы, там, это вот, я не знаю, как мне быть. Дайте подсказки хоть кто, как может подсказать правильно все это сделать. Я вообще не хочу, чтобы оно тоже залезло в это болото, как говорится. Благодарствуем. Ой, научись четко формулировать задачу. Вот я бы на твоем месте описал бы подробнее, сколько лет ребенку, куда идет какая там частная, средняя школа, какой документ требует и для чего. И если у кого какие-то знания есть, просьба написать в личку. Вот здесь можно из чата написать в личку. Вот так бы сформулировал. Доте 14 лет, сейчас хотят, чтобы она, паспорт, именно когда будет экзамен, одно, другое, вот нужен паспорт. И я не хочу это делать, но жена мне начинает уже, всем нужен, всем, я хочу правильно это все сделать, чтобы она в эту ловушку не попала. А мы с тобой бы разговаривали на эту тему, не ты мне писала, я вроде давал уже совет. Алло, алло, тебя не было слышно, ни семь, не слышно. Да что мы с тобой? Алло, да что ж вы, куда же вы там тыкаете, там всего одна кнопка-то по центру. Нажал, работает, нажал, не работает. Куда там еще-то тыкать-то можно? И так уже проще некуда сделали. Не слышно тебя, отключен микрофон. В общем, пишут иногда люди вот с такими вопросами по поводу паспорта, документ, в школе, экзамены, вот это все. И вот тут я услышал, что есть разногласия в семье, да, между родителями. И тут иногда бывает, это очень, как бы сказать, трудная ситуация, потому что бывали случаи, когда, допустим, отец или мать шли вот по линии живых, там, что паспорт не нужен. А в то же время даже другая сторона родительская, да, там, мать или отец, они наоборот все против. И, короче, тут же опека очень начинала проявлять интересы. Естественно, они узнавали, что у одного один интерес, у другого немножко другой. И они на разности потенциалов этих интересов очень хорошо играют. Они начинают использовать эту ситуацию в свою сторону. Допустим, одной стороне одно говорят, другой другое. И с той, с другой стороны пытаются вытащить бумаги, которые им необходимы. Поэтому тут в первую очередь нужно прийти к согласию внутрисемейному между родителями. Естественно, в интересах и без ущерба для ребенка. Миссия молчит. Кто хочет поговорить? Рома, говори. Рома, включи микрофон и говори. Слушно хорошо меня, Антон? Слышно, говори. Доброго здравия тебе и всем, твоим подписчикам и всем, кто делает добро. Значит, по поводу школы, если можно, я выскажусь. Я писал почти три лета назад в нашей школе. Я в Воронеже проживаю, в Воронежской области. Писал в нашу школу по поводу младшей дочери. Значит, извещение о том, что я запрещаю их через рамки пропускать, пока мне не предоставят документы на эти устройства. Потому что были обращения и ФСБ, и были обращения и в образование. Они все друг на друга ссылаются. Ни у кого нет нормативно-правовых актов. Никто не может сказать, каким образом они вообще появились там, в школах. Говорят, что на хранении находятся. Вот. Значит, написал на зеленых листах плотной бумаги, перевой ручкой, запрет, полный запрет на то, чтобы моя дочь младшая, значит, проходила через эти рамки на досмотр. В общем, на все, что она не выявит своего истинного добровольного согласия и согласия ее родителей, ничего с ней делать нельзя. Значит, не досматривать, не мерить температуру, не проходить через рамки. В общем, крови я им попил немало. Вот. Есть у меня, если нужно будет, я образцы потом могу тебе, ну, тут в Телеграме скинуть, что я писал. Результаты, в принципе, я добился. То есть ее стали одну сначала пропускать через другой вход. Потом присоединились еще несколько родителей, которые говорили, да, ну, ты ерундой занимаешься. Ну, в итоге сейчас у них вообще отключили эти рамки, а они ходят через большой вход, но он как бы считается сторонним. Вот. Это по школе. Того же самого я добивался и в 20-й год от Рождества Христова, и последующие со всеми процедурами, которые нас добровольно просили принять. В общем, ну, особого противодействия со стороны системы никто особо не давил. Давили по другим делам на меня. Даже я год, наверное, да, почти год где-то находился у них под таким надзором, в таком месте, где нельзя было выйти какое-то время, но незаконно. В общем, добился я того, чтобы вернуться к семье, вернуться к работе. Вот как? Я тоже могу отдельно рассказать, чтобы сейчас не занимать ваш эфир. Вот человеку непосредственно... Подожди, подожди, подожди. По поводу школы и рамок. Значит, я тебе советую приобрести прибор. Не знаю, как он называется. Мне вот сегодня его забрали. Такой маленький, похож на сотовый телефон, только толще намного. Что-то радиоэлектронный... Магнитно-электронный какой-то... Ну, на Алиэкспресс или где там, введи измеритель электронного магнитного поля. Сразу найдешь. Вот. Эта штука измеряет напряжение электромагнитного поля, и электро, и магнитного. Вот. И показывает параметры. Люди есть разные. Кто-то на слух воспринимает информацию, кто-то в виде документов, то есть текст, да, я имею в виду, а кто-то визуально цифры. Так вот этот прибор показывает и цифры, и сигнал индикаторный включает. Роман, отключи, пожалуйста, микрофон, если молчишь. Благодарствую. Вот. Он и визуально, и... Как сказать... Вербально. Ну, на слух, короче, показывает, индицирует это. Индифицирует вот эти вот опасные уровни сигналов электрического и магнитного напряжения полей. Вот. Соответственно, такая штука очень полезна тем, кто воспринимает именно таким методом информацию. Просто подносишь эту штуку к любой рамке, а эти рамки почти сейчас везде стоят, в том числе и в любом магазине, и показываешь наглядно, во сколько раз завышена норма, безопасная для человека. То есть, постоянное нахождение в радиусе превышения параметров, оно опасно для жизни. И это можно показывать. По поводу... Так. Рамок-рамок. Сказал. А, смотрел ли ты видео? Два видео на канале Сургут. Называется «Ученица Ка». Можно отвечать? Нужно. Смотрел видео, там оно было, по-моему, около 20 минут, когда парень, если не ошибаюсь, со Ставрополя, изъял персональные данные из школы, где училась дочка у него, девочка, и ее обезличили в названии. То есть, только имя, собственно, ставили, которое родители дали. И во всех документах внутришкольных и, по-моему, внутриобразовательных, ее стали... Ну, там, присвоили вот этот вот... Я его считаю как бы статус. Статус ученица там, да, по-моему, Ка была. Это видео я видел. Таких видео два, там есть вторая часть, поэтому набери в Ютубе «Ученица Ка» и посмотри, спустя, по-моему, полгода или год вышла вторая часть. И уже делится несколько человек подобными результатами по первому видео. Тоже будет полезно. Там предложены образцы, и он не просто вывел это, удалил персональные данные, ему выдали акты уничтожения персональных данных из всех систем. Ясно. Благодарствую, Антон. Я не получал таких актов, но я на деле получил результат тот, что действительно мою дочь теперь без... Во-первых, ее пропускали. Одну теперь многих детей пропускают именно через... Не через рамки, а отдельно. Во другой вход. И добился того... Ну, во всяком случае, результат таков, что на сегодняшний день учитель, даже директор школы по любому поводу звонит и спрашивает у супруги или у меня, что мы вот хотим... Такие-то нам поступили анкеты, и нам необходимо провести то-то, то-то... Там, мониторинг, что-то еще. И вот нужно будет, чтобы вы ознакомились обязательно вашей дочери, я передам эту анкету. Но они знают заблаговременно, что мы на обработку, хранение и прочее, иные действия с персональными данными не даем. Мы пишем запрет всегда, как правило, потому что я всегда ставлю перед ними вопросы, с какой целью и кто это разослал, и они опять забывают про нас. Поэтому эта бумага, как правило, так вот, только номинальная, можно сказать. Но звонит постоянно, чуть ли не сама директриса. И всегда интересуется у нас этими вопросами. То, что ты научился делать это вживую, на человеческом уровне, на уровне живого слова, это хорошо. Я бы на твоем месте еще получил бы бумаги. Для чего нужны бумаги? Чтобы живое слово подкреплять теми фактами, которым доверяют другие так называемые госорганы и другие должностные лица системы. То есть, ты им говоришь на словах коротко и показываешь бумаги. Вот копия. Читайте, ознакомливайтесь. И там все написано. И они читают и удивляются. И могут это перепроверить. Это очень помогает и ускоряет процесс разъяснений. И плюс это пригодится, если вдруг что-то с тобой случится или с женой, я не знаю. В любом случае должны остаться бумаги. То есть, в том числе это очень легко допустим тем же родителям разъяснять, которые немножко хотят въехать в тему. А живым словом устанешь рассказывать каждому. А живое слово плюс бумага оно лучше действует. Согласен, Антон. Все ты делаешь вообще верно. Тебе еще раз за это отдельная благодарность. Да, бумаги очень сильно помогают. И я тебе писал там нынешним летом я прям убедился еще в этих действиях, проводил некоторые мероприятия на границе. Я там значит именно как по-живому разговаривал с пограничником, которые меня не пропустили через государственную якобы границу. и там были результаты, я их еще никуда не девал, не опубликовал, но визуальные живые результаты у меня были, я кое-какой опыт этим летом получил. И плюс тоже есть на бумагах эти, потом если надо будет интересно, проявишь интерес, вышлю. Значит буквально тоже в июле нынешнего лета я значит несколько обращений по ЖКХ своему, с которыми тоже пытаюсь вести бой незримый значит добился, ну может быть это не меня, но после моих обращений в Следственный комитет в Генпрокуратуру и еще в некоторые органы значит как результат через 10 дней после обращения в Следственный комитет на главу ЖКХ глава ЖКХ был обрестован у нас здесь это официально известно в этом местном новостном канале была опубликована новость хотя ответ от них я пока еще так и не получил вот потом был обращение было по нему же проверить его фирму его счета в Генеральную прокуратуру тоже есть это все если захочешь я тебе потом скину значит эти обращения извещения на кого скидывал кому рекомендовал давал распоряжение заняться этим а это был не генеральный прокурор который на слуху а лицо имеющее право действовать от имени юрлица без доверенности он через время оказался снят с должности и им заинтересовало следственное дело одной очень серьезной конторы вот тоже это ну скину ну еще несколько таких вот было результатов буквально я обращение пишу отправляю и через время какой-то вот такой результат происходит ну плюс там с сотрудниками замещающими государственную должность полицейских я вот по регионам тут у нас мотаюсь то есть вот Воронежская Рязанская Липецкая области Московская тут даже те кто меня первый раз видит сотрудники они ко мне подходят у меня есть опознавательный знак в машине они просто подходят поздороваться уже даже документы своей системы не смотрят я у них всегда спрашиваю вы хотите посмотреть документы вашей системы РФ нет-нет говорят мы знаем уже за вас слышали мы просто поздороваться подошли даже на постах не смотрят так по поводу первого интерес есть пришли второе ты сказал есть официальная новость найди пожалуйста и просьба разместить так как информация официальная просьба прислать в чат сургутнадзор разговоры в телеге чтобы все смогли ознакомиться что это было на самом деле если доверять российским СМИ вот и третье хочу напомнить всем не забывайте что вы находитесь в общественно правовом поле ты правильно сделал что как говорится фильтруешь информацию все рассказывать не надо хочу напомнить что нас многие слушают многие это разные так есть что еще добавить да есть Антон если позволишь уже позволил говори значит по поводу твоих слов о том что тебя тебя очень хорошо смотрят те люди с которыми довелось общаться пока вот я почти год находился под их пристальным вниманием я знаю что они очень интересуются тем что вы делаете мне показывали многие подписаны на тебя на Наталью ну еще на некоторых людей они это все мониторят значит ну к счастью наверное что мне такие пока со мной такие беседовали что они как меня по чуде доброжелательные они даже с интересом следят за этим всем то есть он не испытывает какой-то злобы к нам к людям так сказать с нетрадиционным мышлением вот причем в беседах с ними когда меня дергали тоже я подожди звучит как это с нетрадиционной ориентацией что это за нетрадиционное мышление виноват значит не ну немного нестандартно не в том так сказать аспекте как основной народ мыслит значит то есть нестандартными принципами мыслит у всех как обычно бытовые проблемы на первом месте а у нас как-то более духовное более развивающее и так как такие люди как ты ну и как я наверное тоже больше озабочены тем чтобы помочь ближнему своему ну к сожалению у нас это сейчас подожди опять слово интересное произнес озабоченный я вот не озабочен виноват не надо признавать сам себя виноватым просто исправься и дальше говори используй другое подбери другое слово все не надо признавать вину ты не на суде согласен благодарствуем значит люди которые у нас меньше конечно мы не озабочены как бы правильно сказать мы желаем мы желаем добра ближнему своему и больше думаем не о себе а о том как бы своими действиями и поступками принести больше пользы своему окружению хотя бы хотя бы близкому окружению ну и если от этого будет польза значит еще кому-то то я думаю это и нам тоже пойдет на пользу опять же исходя из своего опыта я скажу что вот я более то в чем ты копаешься то есть ну вот это нестандартная информация я тоже более 10 лет рискаю в этих отношениях полях так сказать правовых еще со времен когда я попал в Германию из Казахстана увидел как там по-другому документы получат в паре судебных процессов там в Дачлянде и посмотрел как это происходит там и после этого заинтересовался очень сильно тем как устроена вот эта вся система у них и у нас начал узнавать почему именно такая разница и ну там вообще отдельный разговор это не на 5 минут вот откуда это все весь интерес пошел но вот такой вот опыт уже есть меня например здесь уже после того как я больше года наверное назад на очередном заседании которое меня пытались затащить сказал так называемому специалисту в черном балахоне сказал что я если бы я был на вашем месте я бы производил судейство независимо честно и справедливо мне сказали в ответ ну вот когда будешь на нашем месте и тут же она осеклась и после этого она не захотела видимо открывать процесс и дело потом сайта суда пропало и вот больше года они меня даже не вызывают не трогают и никаких этих нету непосредствий по тому вопросу по которому я вообще туда зашел когда я это сказал вот тому тоже было очень много интересных моментов с ними несколько таких как сказать не инцидентов а событий я с ними тренировался пытался там доносить свою информацию и ну в принципе все процессы начинались особенно когда вот 20 год по 20.6.1 они всех пытались значит прилистать к одному месту у меня все было отвергнуто ими потому что ни один из них не смог подтвердить то о чем ты потом кстати позднее нам ну тоже донес информацию и про их одеяние и про их принадлежность к определенным кругам вот ты как-то делал выпуск об этом я на тот момент уже половину из этого знал из-за того что в Европе с этим сталкивался в Германии когда жил 99-2002 год вот и мне не обладает информацией у них эти вопросы перед ними поставил как они могут подтвердить свою законность и правомерность своих деяний никто из них так и не смог поступить после этого меня просто выводили из их зала и дела пропадали с сайтов все у меня как бы которые заходили и после этого я знаю что несколько сотрудников по чьим протоколам вот меня затаскивали в эти знаете так сказать делища там ну они пропадали а эти сотрудники почему-то увольнялись пока так так ты очень много предложений произносишь и очень много тем затрагиваешь не приходится записывать я не успеваю держать в голове все свои вопросы многие как сказать многие не успевают запоминать свои вопросы давай так постарайся одну тему затронул сделай паузу чтобы я мог задать вопросы вопрос у тебя точнее не вопрос а замечание я слышу что у тебя речевой как говорится аппарат да именно русский тебе очень трудно подбирать слова и они у тебя подбираются не совсем не всегда корректно относительно ситуации вот допустим копать поле вот это такое ощущение что ты копателем какого-то это где-то на карьере работаешь копаешь обрати на это внимание свой луч внимания постарайся выстроить правильную речь с правильными словами которые имеют определенное значение так и второе это то что ты сказал был бы я на вашем месте тут у меня сразу всплыла фраза не суди да не будешь судим ты перешел на личности ты им указал что они под своей должностью под черной мантией не совсем себя правильно ведут это переход на личности ты не к должностному лицу обратился в этот момент а к тому кто находится под должностным лицом точнее за должностным лицом за маской она ты ее в принципе можно так сказать в кавычках пробил морально потому что она начала оправдываться но она вовремя одумалась и остановила свою речь так делать нельзя нельзя пробивать насквозь благодарствую за замечание возможно но на тот момент мне показалось что я правильно излагаю свои мысли и цель это была добиться от них того чтобы они мне самому на самом деле интересно а кто меня судить собрался и в дальнейшем ну я бы конечно там поставил и перед ними вопрос а кого они вообще судят если это судебный процесс но для этого я бы хотел чтобы меня вообще убедили в том что это черная мантия имеет полномочия это делать но даже этого они не могут подтвердить как ты знаешь прекрасно вот и поэтому на тот момент я эту фразу им произнес не то чтобы не особо не задумываясь но без цели ее обидеть оскорбить унизить и тем более женщину которая находилась за маской так называемой судьи вот но получилось вот так вот на тот момент и после этого к сожалению наверное я еще пару раз применял эту фразу и оба раза был тот же самый результат то есть мне говорили что ты не на своем месте осекались и процесс так и не начинали это было до того как мне даже зачитывали так называемые права и до вопросов о том что доверяете ли вы суду то 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 вот как они обычно в начале ставят вопросы прежде чем этот я им не отвечая на поставленный ими вопрос начинал с них как бы спрашивать в своем разумении кто это такие и пытался установить могут ли они вообще такие вопросы передо мной ставить как перед живым мужчиной вот во всяком случае получалось так на сегодняшний момент результат вот такой вот но все равно за твои замечания благодарствую потому что да и еще пока не отключил микрофон извини вот год который я там провел ну вроде как в изоляции что ли да я не имел доступа к телефонам и у меня там пару их изъяли и видимо и карточка была у них возможно из-за нее возможно там кто-то заходил на мои аккаунты потому что у меня очень много там было нюансов с этими аккаунтами и вот в частности и с тобой с твоим аккаунтом так же на твоем чате на твоем канале мой аккаунт он заблокирован и если меня разблокируют я с удовольствием вот то что у меня на сегодняшний день есть какие результаты бумажные я поделюсь главное чтобы возможность была вот так по поводу я бы на вашем месте с одной стороны с точки зрения докопаться до тебя что ты там перешел на личности это в принципе как бы 50 на 50 потому что ты с одной стороны сказал про себя то есть ты не про них что-то сказал а ты сказал за себя что я бы а вот дальше фраза на вашем месте то есть это уже вот вот она переход на личности вы не на своем месте я бы на вашем месте сделал бы лучше то есть вы там это не зная всех обстоятельств не зная всех обязательств, не зная тех договорных условий, на основании которых они там сидят, и что они испытывают каждый день, и что они видят. Потому что видят они иногда ужасные картины. Иногда обвиняемые, я сам не видел, но мне рассказывали, иногда вскрываются. Прямо в зале заседания, за решеткой, каким-то образом проносят вот эти лезвия, и некоторые сознанием это делают, то есть не затрагивают артерии, получается много крови, чуть ли не тазиками выносят, но при этом человек остается жив. А некоторые могут и артерию задеть, то есть вот такие ужасы они иногда видят, и не каждый это способен выдержать. Так что тут вот именно всплыла фраза «Не суди, да не судим будешь». Ты можешь судить только после того, ну рассуждать на эту тему, только после того, как ты реально побываешь под черной мантией, как минимум год. И желательно, вот они же не только гражданские дела рассматривают, они сначала вроде с гражданки начинают, я не знаю, как у них там устроено. Вот я знаю, Троеноский, он сначала гражданку рассматривал полгода, а потом на уголовку перешел. Так что там разные события происходят. Не каждый это сможет выдержать. Так, по поводу блокировки. Так, как же быть-то? Давайте я прямо сейчас напишу, ты мне просто напомни, завтра или послезавтра я проверю информацию. Ясно. Это я уяснил. Напишешь, я, конечно же, тебе сразу же отвечу. И по поводу приставов хочу добавить, почему они так строго осматривают, да, и даже досматривают на входе. Я еще года два или три назад почитал какую-то, когда на них жалобу катал, я прочитал какую-то инструкцию или информацию какую-то в интернете нашел, что у них периодически, по-моему, раз в полгода или раз в год приезжает специальная комиссия из вышестоящего района, и они проводят учения по реагированию судебных приставов на то, что, допустим, какой-то обвиняемый, да, допустим, или какой-то участник процесса вдруг достал какой-то острый предмет и приставил к шее вот черной мантии. Там одно движение, и, ну, просто никто не успеет, даже если перекроешь артерию, ну, то есть там минута-две и все. Никто ничего не сможет успеть. Так вот, они проводят учения. Время реагирования там строго регламентировано, поэтому они все физически подготовлены. Судебные здания, они иногда бывают 5-6 этажей, иногда больше, вон, в Екатеринбурге, где там еще по 10 этажей. То есть у них задача, минуя лифт, максимально быстро подняться там, где кнопку нажали, и грамотно среагировать на ситуацию, какой бы она ни была. Так что это тоже, вот, как говорится, не суди, не судим будешь. У них тоже свои обязательства и свои обстоятельства. Так, 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 так. Ну, в общем, все вроде, да, разобрались за всеми вопросами. Ну, пока я просто ошарашен тем, что удалось выйти с тобой на связь и с начатовцами пообщаться, ну, в общем-то, донести какую-то информацию полезную. На мой взгляд, полезную, когда прожил все, летом вообще было интересно. И поэтому пока больше не могу упорядочить мысли, тем более я в дороге нахожусь. Вот, и, наверное, от радости. Поэтому, как бы, наверное, пока все. Все, благодарствую тебе еще раз и за твои, за твои дела, которые ты вот просвещаешь народ и всем сочататцам, кто тебя поддерживает. Еще раз благодарствую. Благодарствую за слово ошарашен. Шар – это трехмерная фигура, открылась сферическое мышление. Во все стороны одновременно и вовнутрь, и вовне, и влево, и вправо, и вверх, вниз. Сферозор открылся. Благодарствую. Так, включаю микрофон Надежде. А что-то не включается. Надежда, попробуй поговорить. Не получается что-то. Перезайди в чат, нажми «выйти» и зайди за оно. И подними руку. Надежда, не получается это разрешить. Перезайди, пожалуйста, в чат. Что-то вот нажимается, ничего не работает. Нажми «выйти» из чата и заново зайди. И также подними руку. Есть еще кто, желающий поговорить? Да, Роман. Я, как уже упомянул, я довольно давно уже вот этими тоже вопросами интересуюсь. И, значит, я что-то обратил внимание, особенно вот в крайние года, когда стал вот с 19-го года с учебой вот с дочкой на этом обращаться против вот этого всего беспредела. Значит, я стал обращать внимание на то, что чем спокойнее... Поначалу тоже был, агрессировал, чем спокойнее с системой общаешься с ними... Ну, не последнее, надеюсь, время, крайние года. Я прям даже вот со смехом разговариваю, объясняя им очевидные вещи. И они прям вот спокойно на это стали реагировать. Разные люди с одной и той же системы. Даже начальство высокое. Я смотрю на них, я вижу, что они не понимают многих вещей, даже там, находясь на своих местах. И когда им объясняешь, доносишь свою позицию спокойно, и даже иногда бывает у меня такое, что я улыбаюсь, у них не возникает зачастую агрессии, и они спокойнее реагируют на это. То есть я с ними разговаривать пытаюсь как с позиции, вот как у меня мама врач-хирург, с позиции как врач. Как будто ты знаешь что-то, а они нет. Ты разъясняешь им, не ругаясь, не называя их там всякими нехорошими словами, не оскорбляя, а именно доносишь информацию, единственное, делая акцент на том, что ну как же вы такого не знаете, это же так просто все. И вот они тоже вроде начинают проявлять заинтересованность, и несколько лет я уже с ними контактирую, почти каждый день, потому что я уже упоминал, почти каждый день езжу по регионам, и как бы такой агрессии давно уже к себе не встречал. Дело не в них, а дело в тебе. Ты научился по-человечески доносить, по-братски, в духе братства и сестринства, научился доносить информацию, как братьям и сестрам. Возможно. Ну, работа над собой проделана немаленькая. Раньше я был в этом плане непримиримей, что ли, и очень сильно агрессировал, когда меня не понимали. А сейчас, в эти годы, вот уже более 15 лет, каждый раз замечаю, что вроде как все это спокойнее делается, все это делается с доброжеланием. И вроде как и к нам тоже эти люди не испытывают агрессии, а все это спокойно. Даже когда я вижу, что они не верят, я вижу, что у них не возникает такой вот агрессии, со мной там поспорить, поругаться, меня в чем-то обвинить. Ну, редко-редко когда. А так, в основном, ведут себя достойно и спокойно. И, кстати, тебе еще раз. Ты в этом вопросе выступил для меня, в некотором плане тоже учителем. Я кое-что от тебя перенял. И тебе еще раз за это тоже благодарствие. Благодарствие. Такой вопрос. А что бы ты сейчас, вот такой вот весь спокойный и осознанный, сказал бы себе тому агрессивному и нетерпеливому, чтобы буквально два предложения, чтобы тот неосознанный и нетерпеливый стал осознанным и спокойным? Наверное, то же самое, что в свое время в детстве говорил мне отец, но я его тогда не особо слушал. Прежде чем начать доказывать, прав ты или не прав, сосчитай до десяти. Ну, судя по тебе, текущему, да, тебе это не помогло. Хотя ты знал эту информацию на тот момент. А что бы сейчас, вот такое новое, что ты осознал, ты бы сказал тому, чтобы он все-таки осознал эту информацию? Если откровенно, ну, я бы сам с собой провел очень длительную беседу, как и отец со мной в свое время проводил. А он умел это делать, он был следователем, поэтому у меня многочасовые беседы были. Я бы тоже провел. В двух словах я бы, наверное, так вот запросто не смог бы объяснить. Ясно. Значит, нет еще совсем осознания. Когда ты в полной мере осознаешь то, что с собой произошло, ты сейчас это знаешь, но не осознал, потому что не можешь донести до других. Но когда ты сможешь донести до других, которые нетерпеливые и агрессивные, чтобы они сразу стали осознанными и вежливыми в духе братства и по-человечески, вот когда ты осознаешь, ты сможешь донести. И степень осознанности вот этим и определяется. Что ты не просто знаешь, но ты осознал. Не буду пояснять, кто услышал, тот услышал. Благодарствую. Благодарствую, Антон, за еще один совет. Буду дальше работать над собой? Нет, не работать. Работать, это слово, рад. Трудиться. Согласен. Так, у нас Ми-7 тянул руку, потом Андрей Рус, по-моему, раньше тянул. Андрей Рус, сейчас включу. Говори, Андрей Рус, нажми кнопку включить микрофон и говори. Ага, все, понял. Здравия всем, ребята, девчата. Антон, тебя приветствую. Вот то, что Рома сейчас рассказывал, на самом деле это очень работает, когда внутри у тебя покой, ты реально без агрессии, по жизни, на улыбке. Тебя точно так и встречают. Вот я бы даже сейчас, даже отвечу сейчас на твой вопрос. Ну, подобное притягивает подобное. Мы же с зеркалами общаемся, вокруг наших зеркала. Вот, и у меня есть вопрос. Это не зеркала. Я тебе открою секрет, который я давно всем открыл. Здесь нет никого, кроме тебя. Хорошо, пусть будет так. Я хочу еще вопрос задать. Но то, что Рома рассказывает, я подтверждаю. Проезжаешь с улыбкой везде. У меня не зарегистрированный автомобиль на номерах без свидетельства. И спецрота меня останавливает, и я из Екатеринбурга. И номера надо было отдать. Ну, не мои номера. Хорошо, остановили с ними. Поговорил также про дух братства с ними. Я скажу сразу, было бесполезно разговаривать. Про совесть, диалог заводить. Там было два человека. Не человека, это точно. Ну, то есть, такие уже отбитые ребята. Но что я услышал, кому бы я не сдал вопрос, мне никто пока не ответил. Значит, они при мне разговаривали. Один с кем-то по телефону говорит, я не могу у него машину забрать, потому что у него есть свидетельство о регистрации. У него есть ДКП и ПТС, и номера, которые мы сейчас у него изымаем. Второй говорит, я выйду и поглядя к ним в машину сел, пока номера снимали. Второй говорит, я сейчас позвоню в отдел практика. Я тогда не знал, что это такое. Он вышел, этот при мне разговаривал, и я на усы-то мотаю, что они не могут машину забрать, потому что нет свидетельства о регистрации, машина не на учете. И второй заходит, говорит, да, я с практикой пообщался, мы вообще не можем у него машину забрать. Остался вопрос. Значит, получается, мы можем передвигаться. Уже даже их практика это знает, это можно на вооружение брать. Но я не знаю, как отморазиться от штрафа. Вот он выписывает, но я могу не подписывать. Они вызывают понятых и вместо меня там что-то решают. Каким путем действовать? Пришлись информация, поделитесь, пожалуйста. Ответ дан в видео «Самостоятельная правозащита». Смотри три части. Это в Ютубе набрать как? «Самостоятельная правозащита». Три части. На твоем канале. Да неважно, в Ютубе набери два слова «Самостоятельная правозащита». Все хорошо. Все сказал, что хотел, услышал, сейчас посмотрю. Всех благодарю. А то, что у них есть отдел практики, это давно известно. Просто я не знал, что он так называется. Сейчас вот узнал. У них есть специальная служба, которая, вот как в дежурной части сидит дежурный, то есть он несет ответственность за все, что происходит в отделе и принимает ответственное решение. Я в чат тебе скину, что это такая полная расшифровка. Там полные данные по ним. Добро. Все это правильно. Благодарю за общение. Благодарство. Вот. То, что у них есть такие службы, это давно известно. Аналог есть в гражданском правовом поле, есть специальные юридические конторы, которые за определенную плату в месяц выдают карточку, типа пластиковую, и на ней написан телефон. Юридическая консультация по любым вопросам круглосуточно. И то есть человек платит там, я не знаю, сколько там, тысяч ежемесячно, но при этом он всегда знает, что если он позвонит по этому телефону, ему в любой момент ответит специалист, который юридически грамотный, и у которого есть практика. И, ну, там, скорее всего, несколько отделов. Юридический отдел и практический отдел. И такие консультации оказываются. По образу и подобию такие же отделы есть везде. И в полиции, и у судебных приставов везде. И в том числе, вот, особенно эти разделы любят новички, которые только начали носить черные мантии. Поэтому не чаще опытных выходит, что я предполагаю, чтобы сделать звонок в практический отдел. Так, у нас Аладдин тянет руку. Вот Аладдин это и нашел. Он и расскажет. Он отправлял мне информацию о практике. Спасибо ему. Аладдин, говори. Всем добрый вечер. Андрей, смотри, для того, чтобы тебе ничего не выписывали, даже не имея СТС, потому что выписывают на водительское удостоверение всю информацию. Вот. Это не нужно иметь при себе даже никаких либо документов. Чтобы они не знали, куда выписывать. А так они тебе по-любому выпишут на водительское удостоверение, потому что статья для этого предусмотрена. Я закончил. Там Андрей подтягивает руки. Андрей, говори. Ну, я, в общем-то, Аладдину мог задать вопрос. Но если эта тема здесь интересна. Хорошо. Мы едем в документы. Я ему, кстати, и водительское не показывал, только фотографию. Но, видимо, пришлось потом расстелиться. Хорошо. Мы им не показываем ничего, только ДКП. И получается паспорт, чтобы было понятно, что вот ДКП, машина не украдена и так далее. Правильно? Как действует? Не показывает вообще ничего? Я закончил. Я, наверное, смогу объяснить так. Это сугубо мое. Они, когда что-то выписывают, они снимают, либо фотографируют, либо снимают скан водительского удостоверения, самого оригинала. Если ты показываешь, что на фотографии, допустим, и подтверждаешь тот факт, что ты умеешь управлять транспортным средством, как бы имеешь определенный доказательство к этому. Ну, ты там, не кто-то сел просто в машину и поехал, не знаю, по ДД. Тут уже вопрос спорный. Там уже кто-кого осилит. А по поводу того, что здесь машина на учете не стоит, уже пришли к такому выводу, что они ничего не могли сделать, потому что нет доверительного управления. Я закончил. Ну, тогда остается вопрос, если я им не показываю, ну, да, получается, кто кого осилит. Ну, или показал, что я есть, да, вот, но остальные данные просто не даешь. Ну, не даешь фотографировать. Совершенно верно, все-таки остается, кто кого осилит. Я закончил. Это вариант силового развития событий. Не советую идти этим путем, потому что есть намного проще пути. Ответ в виде самостоятельной правозащиты. Это что значит? Что значит что? Я не расслышал, это ответ чего сейчас? Я тебе сказал, что то, что ты озвучил, это силовой путь развития событий. То есть через силу, кто кого пересилит. Ты один или их миллионы? Судьи, приставы, гаишники, полицейские и т.д. и т.п. Кто кого осилит, как ты думаешь? Ну, я имел в виду по факту, с кем я в соприкосновении на дороге на данный момент. В любом случае их больше, их двое в патруле, как минимум. Ну и что? Антон, речь не было по физическому применению какого-то насилия. Именно речь была... Подожди, подожди. Речь была произнесена слово «сила». Сила – это физическое термин из физики. Да, я понял. Ну, понял, да. Поэтому отсюда определение применения физической силы. Поэтому в твоей речи усматривался силовой вариант развития событий. Я тебе говорю, это не самый лучший вариант. Вольному воле, конечно, но есть намного проще и лучший вариант, который не причиняет ущерб никому. Какой? Да я же тебе уже пять раз сказал. Видео «Самостоятельная правозащита». И меня услышал. Так ты посмотри сначала, потом вопросы задавай. Я сейчас с вами общаюсь. Это я запомнил. Посмотрю обязательно. Ну все, я тебя направил. И как посмотришь, тогда и задавай вопросы. Все, благодарю. Благодарствую. А ты, говорю, считай до десяти. Тут до пяти ты не всегда выдерживаешь. Так, ми-7 тянет руку. Даю слово. Говори. Благодарствую. Я хотел поддержать Рому в том, что когда спокойно общаюсь со всеми, кто приезжает, пусть будет полиция или налоговая, я с ними культурно общаюсь. И в шуточной форме, наверное. Ну так, как игра эта, понимаете. И они меня даже, честно, я с ними очень хорошо общаюсь и культурно, и все это вот. И они даже мне подсказки даже дают. Вы понимаете, в чем это. Они видят, с кем они общаются. Ну, каждый человек между собой как бы единый и целый. И очень дружелюбно. Они свою выполняют работу, а я тружусь во благо своей семьи и объясняю им, что я ничего не нарушаю. А вот еще одно хотел рассказать. Я ехал на скутере, и не было никаких для тебя документов. Документов, подтверждающих листья, они, получается, сфотографировали. Видно, когда я с ними общался. Я даже ту фотографию, когда я смотрел в их базе, я даже не узнаю, когда она была сделана и при каких обстоятельствах. Вот это мне тоже интересно было. И я ничего не подписывал. Они возле меня понятых искать кого-то. Это вот, чтобы я... И говорю, я ничего подписывать не буду. Так они это вот возле меня кружились и искали. И говорю, нашли фотографию какую-то. Я даже не знаю, когда она была сделана. Где они ее нашли. И что подтверждало это... То, что я не называл никакой фамилии, ничего. Тоже вот интересно мне. Вот сейчас вот мы общаемся, и я вот свое... Ну, свое вот... Как происходило, и я его вспомнил, и хотел дополнить это. Благодарствую. По поводу, откуда это все взялось, Иван Иванович, искусственный интеллект, никогда не спит, всегда бдит, всегда видит, всегда слышит и всегда бдит. Так, у нас руку тянет Николай. Николай, говори. Здравия всем. Приветствую, Антон. По поводу автомобиля. Показывать какие-то документы, не показывать документы. Подожди, звук очень плохой. Что у тебя там, гарнитуры или что? Можешь переключиться? Да, 6 секунд. Сейчас лучше? Алло. Раз, два. Погромче говори, пожалуйста. Сейчас, секунду. Сейчас лучше? Ну, чуть-чуть лучше. Вышел из чата, ждем его. Николай, я вижу, ты перезашел, подними руку. Николай, я тебя не вижу, подними руку. Опять перезашел, поднимай руку. А, вот у тебя микрофон включен, говори. Али, не слышно. Да что ж такое-то, а? Такое ощущение, как будто все в первый раз в телегу зашли. Ми-7 поднимает руку. Ну, в общем, ждем Николая, пока он разберется со звуком. Ми-7 говори. Антон, какой-то прикол такой, вот когда я задавал вопрос, ну, и помощь, это, у меня вообще пропал звук, и я не слышал никого, и не знаю, вы меня слышали или нет, тогда, вот то я в конце, наверное, как только Рома, вот, общался, и вот только тогда перезашел, много раз пробовал, и получилось. Не знаю, почему так, но вот я даже не слышал, что ты ответил на мой вопрос, и это, говорю, я потом в записи прослушаю, конечно, но вот это, что я заметил, вот нюансы вот такие вот есть. Ну, очень тяжко почему-то, не знаю, что это такое, благодарство. Я же сказал, Иван Иванович не спит и не дремлет. Да, да. Сейчас слышно меня? Все видит, все слышит и бдит. Слышно тебя, говори. Ну, замечательно. По поводу документов был вопрос, что показывает, что не показывает, по поводу штрафов. Важно здесь понимать, важно здесь понимать, кому принадлежит транспортное средство. Если я его купил, это не означает, что оно принадлежит мне, что я его собственник. Собственником остается государство. Все, что мы имеем, мы твои собственники, единственные. И это государство. Не совсем собственник, но имеет такое право. Он руководит этим всем. Он это все распределяет по своей территории. И когда вас останавливают, мы обязательно должны объявлять документы. Потому что государство имеет право убедиться в том или удостовериться в том, что транспортным средством управляет человек, у которого есть допуск к этому. Который сдал экзамены, который имеет права, который несет за это ответственность. Но при этом важно ни в коем случае не оригинальные права с собой вводить, а просто копию. Просто черно-белую копию прав. И на то, что я оригинал, просто говорит, что я не могу пользоваться оригиналом, так как это не моя собственность. Любой документ, выданный государством, остается собственностью государства. Поэтому вот, если хотите, вам, пожалуйста, копию. Остальные все вопросы пробивайте по базе. Это очень важно. Они имеют право проверить вашу машину. Ну, не вашу машину, а документы. Потому что это их собственность, и они хотят, чтобы транспортным средством управляло лицо, которое имеет к этому доступ. Ну, пока так. Проведи, пожалуйста, разграничительную линию. Кто, точнее, чье имущество и у кого оно находится в доверительном управлении, и кто является держателем прав на право управления. Право управления лежит у президента. На локации по области, по городу, я не знаю, там как, лежит оно у мэра. Они ходили в ад. То есть на основании свидетельства о рождении мы отдали свое божественное право на пользование землей. Мы отдали в распоряжение опекуну, то есть государству. Соответственно, государство является так называемым, в кавычках, который собственник, всего абсолютно, что есть, даже труселя на нас, и то собственность государства. Если мы заявляем о собственности, если я заявляю о собственности, что у меня собственное имя, что это моя машина, что это, я не знаю, мой дом, моя квартира, то я автоматически вхожу в юрисдикцию фикции. Почему? Потому что если я заявляю о собственности, я являюсь, как сказать, я пытаюсь стащить, урвать из общика. Понимаешь? То есть вся вот граница, да, на сегодняшний день торговой зоны России, да, Российской Федерации, вот эти вот границы, это общак, который держит президента. И как только кто-то заявил, что это моя машина или мои труселя, он хочет дернуть с общика, типа как поваровским понятием в России, в Казахстане, ну, во всем Союзе, в принципе. Если только ты заявляешь о собственности, ты хочешь взять из общика. А этим общиком рулит президент. Его задача своим опекаемым ровно поровну, каждому должно быть все разложено. Но ввиду того, что система устроена так, что президент ничего не решает, он лишь как бухгалтер, он отвечает только за международные договора и за распределение. То, что он распределяет, он спускает вниз. А вот уже парламент, Дума, там, в Украине, Рада, да, они, вот эти вот ребята, начинают уже деребанки. Вот эти ребята, они сто процентов все купленные там. Они никто ничего не решают. Так это устроено. Так все-таки автомобиль с номерами, зарегистрированный в Российской Федерации, чья собственность? Российская Федерация. Хоть он зарегистрированный, хоть и не зарегистрированный, это собственность Российской Федерации. У тебя не может быть собственности. Никакой, абсолютно. А если снять с регистрации, это становится движимым имуществом? Понятие имущества имеет только государство. У человека понятия имущества нет. В природе собственности не существует. Собственность существует только фикции. А фикцию кто делает? Фикцию делает государство. Подожди, а почему тогда, когда люди снимают с регистрации в Российской Федерации движимое имущество под названием автомобиль, транспортное средство, то они ничего не могут сделать с этим движимым имуществом? Ну потому что оно не зарегистрировано. Что такое номера на машине? Это регистрация. Государство регистрирует свое имущество. До какой-то поры, до какой-то поры ты поездишь без номера. Но это будет длиться недолго. И это проблематично. Если там может быть небольшой город, где уже Минки все знают, может быть как-то более-менее. А в больших городах, вообще в принципе, я не вижу смысла. Почему не регистрировать? Ну блин, зарегистрируй, да и ездишь спокойно. Во-первых, ты не застрахован, если ты ездишь без номеров. Первое, что бывает, это налоги и штрафы. Ну, со штрафами совсем просто. Штрафы платить до тех пор, пока ты не отождественился с персоной, штрафы тебя вообще не интересуют. Та не страховка и так далее, и так далее. Но как фора, как предпосылка, как обязательная предпосылка, у тебя должна быть персона. У тебя должны быть персоны. Это аспорт и водительское удостоверение. Если они у тебя есть, то ты застрахован. И, соответственно, ты не будешь платить, если что-то вдруг случится. Если ты ездишь без номеров, если ты ездишь без регистрации, или без паспорта и так далее, тогда тебя нахлобучат. Дело в том, что, как ты говоришь, накладывают, выносят штрафы, выписывают, да, не оплатил, там 50% скидка в течение месяца. Если не оплатил, то дербанят уже, передают свидетельным приставам, те дербанят с электронных карт банковских. Но это с тех, кто подписался под персоной. С человека они не могут дернуть. С человека они ничего не могут дернуть. Тебе ни в коем случае нельзя выкидывать письма там или игнорировать их. На каждое письмо нужно отвечать. Если ты отвечаешь как человек, как человек отвечает, и указываешь на то, что это остается внутри государственного дела. Если ты грамотно указал на то, кто хозяин персоны, понятно, это где-то государство. А право на имущество подразумевает и ответственность за это имущество. Соответственно, до тех пор, пока ты себя не отождествил с персоной, ответственность за персону несет государство. Если ты не подписался под персону, само собой, это штраф будет само государство. На практике это как выглядит? Ну, это писать надо. Это я тебе уже обещал. Это нужен меморандум. Каждому письмену нужно перекладывать. И форвард. Ну, перед тем, как текст начинает, как вот называется абзац, ты пишешь форвард, предисловие, в котором ты заявляешь о своем статусе человека, в котором ты заявляешь о том, что самое главное для государства, это следует следовать иерархии юрисдикции, то есть бывшая юрисдикция у нас, кто это, международное право, потом конституция, и там пошло дальше. Ты заявляешь о этой бета-иерархии, ты заявляешь о статусе человека, заявляешь о том, что ты себя не отождествляешь с персоной. И потом уже идет текст. Ни в коем случае не требовать, не знаю, не повышать тон, не указывать, а просто напоминать. Просто напоминать на те статьи Конституции и международного права, где речь идет о человеке. Напоминать государству, что он услужит человеком, а я человек. Это машина твоя, персона твоя до тех пор, пока я не отождествился с персоной, несешь ответственность за все ты. Под словом ты имеешь в виду государство? Ну да. Только если ты отождествился, если ты, допустим, ездишь без прав, ездишь без прав, и тебе вот задают вопросы, и ты начинаешь ФЗ, МЗ, там какой-то, этот такой-то и так далее, все автоматически ты залез в юрисдикцию. Если ты воспользовался их обоснованием своей точки зрения, каким-либо из прав, ты автоматически выходишь из божественного права и заходишь в юрисдикцию фикции. Не важно, какое право, им без разницы, через какое право они тебя затащат. Административные, это там уголовные, ну вообще не важно. Я правильно выяснил, вот ты ездишь, ездишь, да, на машине, зарегистрированы в Российской Федерации, номера есть, права есть, паспорт есть. Едешь, едешь, месяц ездишь, два, тут раз, прилетайте на почту, оплатите штраф там за превышение скорости, а ты знать не знал, на это письмо надо реагировать, в преамбулу написал, что человек дальше с этим, с этой бумагой, как она вообще называется и куда ее отправлять, и что там смысл этой бумаги, в чем? Ты просто отвечаешь, тебе пришел штраф, ты пишешь ответ на этот штраф, ты напоминаешь, напоминаешь государству, как я уже сказал, об иерархии права, заявляешься в статусе человека, пишешь как человек, само собой важно шапку оформлять право, драмат по тапшнокам, и отправляющим, и обязательно, да, вот обязательно, просишь, требуешь, просишь, ты говоришь это слово, не помню, юридически важный ответ, правильно я сказал? Алло? Да я вспоминаю. Юридически важный ответ был, важно им дать, чтобы ты с этим, с этим ответом мог все-таки с подписью, с печатью и так далее. Привет. Документы, ответ имеют юридически, значимый, юридически значимый ответ. Если вы не согласны с тем, что я написал, прошу предоставить юридически значимый ответ. Все, юридически значимый ответ они тебе дать не могут, ни одна инстанция государственная. То есть, по сути, надо требовать, ну, точнее, пришлите не просто квитанцию, распечатанную на принтере, без подписи, без печати, а с антидритами, с шапкой, на официальном бланке, с печатью по ГОСТу, подпись в виде, собственно, ручной написания. Нет, 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 подожди, ты здесь, здесь ты уже говоришь, что, как им делать, как им выставлять, что ты хочешь. Ни в коем случае, просто говоришь, юридически значимый ответ. Все. Как они это интерпретируют, как это они интерпретируют, тебя это не касается. Ответят они, не ответят. Пришлют отписку, как всегда, без подписи, без печати. И что? Ну и все, а штраф довести. Приставы-то дергают, денежку, скажешь. Нет, нет, если они прислали отписку, ты пишешь выше. Да, очень важный момент. Первое письмо, первое письмо, ты ни в коем случае не пишешь на адресат, который там указан, в письме. Ты пишешь на начальника организации, которая прислала это письмо. Дело в том, что в России присылают, сейчас это все отдали в частные руки, то есть создали некоторое общество с ограниченной ответственностью. Это по-вашему AG. И они в частные руки это все взяли, им отдали контроль, они расставили везде камеры, поставили сервера, настроили программы, которые автоматически регистрируют это все, печатают на специальных станках конверты, письма, без подписи, без печати и отправляют. То есть это все автоматизировано. Письмо от частного лица. И в чем проблема? Ты пиши хозяину персоны, чтобы он, покажи ему, что на персону наезжают, на его персону. Я неправильно выразился, не частное лицо, а юридическое лицо. Есть директор генеральный по выпуске игрю, есть учредители. Кому из них? Секунду, у меня ухо село. У тебя ухо умеет садиться? Алло, сейчас слышно? Да, слышно, ухо встало. Я не услышал, что ты спросил. Я сказал, что я неправильно назвал не частное лицо, а юридическое лицо. То есть частная юридическая контора, общество с ограниченной ответственностью, где в выписке ЮГРЮЛ и Единый государственный реестр юридических лиц есть лицо, имеющее право действовать без доверенности, обычно это генеральный директор, а есть там же в этой уже выписке учредители. Кому из них слать? Ты не должен копаться и указывать им на то, какая у них там иерархия и так далее, и так далее. Самое важное здесь, что наезжают на персону, у которой есть хозяин. У тебя на персону свободный мандат. Тебе дали паспорт, то есть ты пользуешься персоной, но хозяином персоны остается государство. Соответственно, государство, государство и несет ответственность за персону. И когда на персону наезжают, ты заявляешь об этом хозяин персоны. То есть ты просто пишешь, вот требуют эти, неважно какая организация, если она каким-то образом взаимодействует с государством, каким-либо образом от имени государства агирует, все, больше тебе ничего не надо. Просто требуешь юридически значимый ответ. Все, которые они тебе никогда не дадут. Ни у кого из них нет полномочий на это. Исходя из твоих слов, я делаю вывод, что писать нужно это тому, от кого пришла бумага. То есть ООО, там рога и копыта, допустим. Правильно? На имени генерального деления. Самому главному начальнику. Если он делает отписку, ты пишешь выше, кто там уже смотришь иерархию, кто над ним стоит. А никого там нету. Это общество с ограниченной ответственностью, главный генеральный директор. А выше только учредители, которые ни за что не отвечают. Все, пишешь в суд, просто пишешь в суд или сразу пишешь на своего мэра. Вот на твою персону наезжают. А мэр, мэр это точно, он на локации, он хозяин персоны, на локации. Не хозяин, а как вот он управляющий. Президент, президент он наверху, он раскидывает по опекунам, по мэрам, чтобы он раздавал это дальше на опекаемых. И тут на опекаемого наезжают через персону. То есть, есть инстанция, есть инстанция, кто бы тебе не написал, есть инстанция, которая стоит выше того, кто тебе написал. Вот это надо мониторить, кто выше, и опять на начальника писать. Здесь на начальника не получилось, ты пишешь на начальника выше. А еще проще, еще проще. Если ты пишешь, допустим, вот первое письмо пишешь и копию этого письма от Цуркент и Зайцуха ставишь во внимание как ознакомительное письмо, параллельно отправляешь сразу выше стоящего. Вот кто тебе написал, этому начальнику ты пишешь, а копию отправляешь выше стоящему сразу, как сказать, ставишь в известность, что такого-то числа вот это вот письмо отправлено тому-то. Без требований, без ничего, просто я ставлю вас в известность. Уведомление. Уведомление, да. Все, соответственно, они по-другому будут реагировать. Если они реагируют? Ну, идешь выше. Если вообще не реагируют без проблем, пусть не реагируют. У тебя есть бумаги, у тебя есть бумаги, что ты отправил. У тебя, ну, само собой, и отправлять тоже, у вас почта хорошо работает, по-моему, это электронная, да? По электронной почте у вас можно. Важно, чтобы у тебя было доказательство, что письмо было доставлено. Факсом? Нету таких доказательств в электронной почте. Там протоколы MAP и POP3 не предусматривают статусы, доставлено и прочтено. Только отправлено. А факс? А факс? Факс предусматривает. Ну, все, вот факсом отправляют. Параллельно можно дублировать заказным письмом. Но если только заказным письмом, то обязательно делать это при свидетелях надо, чтобы у тебя был свидетель, один, ну, лучше два, который видел, что ты письмо с определенным содержанием запаковал в пакет и при нем бросил вещи. Или напрямую туда идти, чтобы они тебе поставили печать, что они приняли документы. Проще всего факсом. Я знаю, многие юристы, профессионалы, у них до сих пор сохранились факсы, и они пользуются факсом. У нас здесь вообще прикольно, это делаем через за... Ой, блин, как они? Ну, которые вот приходят, выбивают деньги с тебя, как они называются? Приставы вот эти вот. Приставы же называются они у вас. Кроме приставов есть еще эти частные конторы, заборки тоже, как они называются. Не-не, не коллекторы, не бичо, которые ходят, а вот именно якобы государственные они вот. Приставы? Да, вот они. через них, у них тоже есть полномочия заставлять почту. С этими все тоже трудно, у них, они всячески закрылись от народа. Да, вообще понятно, что они закрылись, но есть пути, есть пути. Но это не так давно, я думаю, ну вот, чуть меньше, наверное, как этим тоже здесь люди начали пользоваться. Просто идешь через приставы, там у тебя уже железобетонно просто все. Здесь это где? Можешь озвучить для всех? В Германии. Я в Германии живу. Но разницы нет. Система везде едина, абсолютно везде. Свои маленькие нюансы есть, а остальное все одинаково, абсолютно. Мир – это одна фирма, определенная на торговую зону, ни больше, ни меньше. Здесь важно понимать, важно, вот я наблюдаю за блогерами, с блогими, да? Проблема многих блогеров в том, что они смешивают, они смешивают статус человека с коммерцией. И когда ты смешиваешь, ну не будет ничего, кроме стресса. Или надо идти как человек, потому что я объясняю, это в статусе человека. Я в плане разъяснения на русском языке, ты сказал коммерция, правильнее, наверное, будет сказать коммерческое право. Ну да. Да, любое право – это коммерция, абсолютно любое право. Это коммерция. Даже церковное право – это коммерция. Библия – это настольная книга коммерсантов. Если человек читает Библию без духовных каких-то убеждений и сравнивает эту систему, там все прописано, вся коммерция выстроена по Библии. Хороший правовед только тогда хороший, когда он знает Библию. И не как верующий, а с точки зрения коммерции. Ясно, благодарствую. Тут живой дух тянет руку. Даем слово. Ну, конечно. Живой дух, говори. Добрый вечер, или доброй ночи у кого как. Давайте я в первом начале поясню, что такое право. Чтобы вы понимали. Вот Николай рассказывал, что водительские права – это не право. Настоящее право – это у вас, чтобы дано порождение. И большинство делает какую ошибку, забывает вообще. Помнишь, когда я с тобой разговаривал, Антон, что такое право на самом деле? Право – это то, что дано порождение. Это они больше всего-всего и боятся. А свидетельство о водительском удостоверении – это не право. Почему они говорят – ваши права. Как ты можешь передать свои права? Права передаются только через подпись, через оригиналы. Вы отдаете им свои права. Эти права никто не может у вас забрать. Вы только их передаете. И никто не может управлять вашими аккаунтами. Вот Николай рассказывает, да, вот про аккаунты, что они там управляют, там мэры, они не управляют. Управляешь и ты. Разница в том, что ты не забрал в управление своих аккаунтов. И вот они и ждут, когда ты придешь и заявишь, что твой аккаунт – это твой. авторское право. Имя, отчество, фамилия, или конфио, или фио, вам не имеет значения. Это твое родовое имение, как я говорил. Помнишь, Антон, все эти три имени, три, фио, это имени, это не фио. Это ЗАГС сделал, вот уже фио, подписывал, потому что систему нужно кто? Физическое лицо. Вот они уже и придумали фамилию, имя, отчество. Кто-нибудь хоть раз видел, хоть метрическую книгу. Или ревизорские сказки. Там нет отчества вообще. Почему? Даже чем ты будешь называть фамилию, это только имя, но без отчества. Это совсем даже не физическое лицо. Это твое имение родовое. Имение имени родовое. Я же Антон рассказывал, когда мать пришла в роддом, отдала бумагу, составили актовую запись. Составили кого? Физическое начале лицо. Это свидетельство рождения прописано. Хотя право ваше по рождению, как только вы родились, у вас уже есть право. И это право никто не может забрать. Никто в мире его не может у вас забрать. Это право. Не водитесь к кому-то достоверению ничем, пока вы сами его не передадите. Вот возьмите эксперимент, сделайте. Вот подъедет к вам гаишник и скажет, ваши права. А ты возьми права вот эти, просто бумажку и положи на машину. На машину положи и скажи, забирай. Он их не возьмет. Почему? Он их не возьмет, потому что ему нужны как другимые действия. Права передаются, когда ты отдаешь из руки в руки. Ты передаешь свои права. Любому гаишнику говоришь, подождите, ребята, объясните, вы за что останавливаете? За то, что вы нарушили там право какое-то. А вы вопрос задаете, право к чему нарушить? Твое право бывает только у кого? У человека. Нету прав. У водительских достоверений даже у него нету прав. Ну, столба, ну, асфальт, это ни у кого нет прав. Так покажи мне, чьи права я нарушил. Научитесь правильно просто задавать вопросы. Правильно мыслить. А вы все думаете, вас воткнули, что у вас какое-то международное право там. Да нет никакого права. Ни международных, никаких. Есть только вот одно единственное настоящее право. Это декларация права ребенка. Вот это настоящее право. Которое до сих пор ни одна в мире организация, ни одна в мире туда не лезет. Нагибают кого? Нагибают человека и нагибают гражданина. Когда ты говоришь, что я человек, ты подтверждаешь, что ты товар. Даже в канонах, я не помню статья какая-то, написано, что человек в канонах это товар. Это фикция бумажная. Это фикция. Но вы же не забывайте, что вы же мужчина или женщина. Вот про что я говорю. Надо немножко некоторые вещи понимать. И когда кто-то говорит, что я человек, он уже сознает себя с чем? С бумажкой. Везде прописан, даже в Библии, человек. А в Библии, что написано на бумажном носителе? А кем она написана, это Библия? И то тысячу раз уже переписанная. Там нету ни правды, ни лжи, там никто разобрать ее не может, истины. А блэка, словарь блэка, человека четко говорит, что это товар, это мертвая единица. И в канонах написано. Но вы-то родились кем? Дитя. В начале маленьких вы растете, ну, если мальчик, то он становится мужчиной. Все. И когда вы правильно уже говорите, что я мужчина, и права мои по праву почвы, и крови рождения, мои права, это выше всех прав на земле. И он поймет, что он не может ничего сделать. А когда вы начинаете пихаться с этими бумажками, вы играете в игры, бумажные игры. А любым, вот, Николай живет в Германии, вот я ему сейчас объясню, что любое право, международное, какое там международное право, как это называется, декларация прав человека и свобод, конституции, любые законы, это все декселя. И кто пишет? Какие же вы человечки на бумажном носителе? Написали, непонятно кто, даже автора. Вот сказку, возьмите, Русална Людмила, кто написал? Сам Сергеевич Пушкин, есть автор. Кто написал Международную декларацию права и свободы человека? Кто автор? Нету его. Его нету. С кого спрашивать? Должен быть автор. У любого что-то, что-то, когда что-то создается, какой-то документ или какой-то, должен быть кто? Создатель. Вот любая конституция 1936 года, возьмите, 1977, 1978 года. Кто ее создал? Американцы. Там даже, даже можно найти компанию, в которой я не помню, даже у меня была, где-то написано, какая компания в то время писала Конституцию Советского Союза. Американская компания писала Конституцию. Вот они и являются эмитентами. Эмитентами. Советский Союз просто заказал, эти сделали, ну, заказчик был Советский Союз, американская компания сделала Конституцию, потом они что, денежку заплатили им за работу, сколько там надо, и все, и Конституция, только надо что ее сделать. Любой, любой закон, любой закон, федеральный, уголовный, это договор. Договор. У вас никто ни с кем никогда не заключал договора. Даже вот эти мертвые фикции, которые у вас, фикции есть, которые ваши персоны, да, их называют агентом, или как вы там называете, да, бумажной фикцией, даже они не заключали договор. Договор заключается только в двухстороннем порядке. Так у меня вопрос, а как же тогда вы отдали тогда права? Никак. Единственное, что вы только, у вас решили прав, но не отдали бы права. У вас решили этих прав. Решили их через ЗАГС. Потому, я же помнишь, Антон говорил, что кого всю жизнь обеспечивают? Только ребенка. Как только вы переходите статус человека или гражданина, надо обратить внимание, что все написано, все, что написано везде, написано для человека и для гражданина, кого можно нагибать. И нагибают кого? Человека и гражданин. Ты хоть кричи, что я человек, дай им по барабану, кто ты. Потому, что понятие человек, они тоже знают, что такое человек. Это то же самое, бумажный носитель, это фикция, товар. Они это знают прекрасно и понимают, что вы неправильно юридически рассуждаете. А вот, когда вы говорите, что я мужчина, вот тут они и женщины, целью имя такая-то. Вот я у любого спросить, вот, когда мы маленькие были, даже начиная там с водика, вас же всегда только по имени называли. По имени всех. Екатерина, Александра. Антон там, Роман там, Виктор, Витя. Я заметил, сейчас вот некоторые советские фильмы пересматривают, там видно, что идет социологическое такое продавливание, психологическое. Навязывают модель названия живого существа по фамилии. Товарищ такой-то, товарищ такой-то. То есть, обращение сделали специально, меняли психологически на фамилию. Просто даже расскажу, Антон, когда ты в первый класс сел, тебе сказали, садись на карту. Ты засел, ручки сложил, вот так ты сидел и ручки сложил, руку на руку и сидел в первом классе. Как что-то сказать, подними руку, почему? Тебя уже программировали. Уже в школе, в первом классе тебя уже программировали. Уже. Если ты что-то не то делал, тебя что делали? Наказывали. Наказывали. А есть вот дети, которые в школе были, как они чувствовали, что это у них дано, то вот они чувствовали, что тут не то, ну не нравится. И они начали, что делать? Возмущаться. Ну как, я в школе много раз возмущался, не учился ничего, я понял, что тут не то. Вот наказывали. На второй год, или там били, указкой били, там, и вешалками, много чего там. Потому что система, чувствую, что система не то. Какое-то, знаете, зомбирование идет. А когда маленький дитя, да, он в первый класс пошел, он же еще не понимает, откуда первый серьезный зомбированный. Это в школе. Это школа. Все. Главное внушить ему, вбить то, что на самом деле. Я тоже, мы все верили, что революция с 17-го года была, там, на зимний бежали, там, семью Романовых расстреляли, там, царскую. Да ничего этого не было вообще. Все было совсем по-другому была революция. Она была не такая кровавая, как на самом деле, как рассказывали. Ну вот. Потому что нам внушали это. И сейчас даже так же все внушают нам. Но мы сами истоки своей истины не можем понять, откуда, кто мы есть. Вот поэтому всегда задаю вопрос, кто вы есть. И когда вы возьмете и поймете, что я вот только родилась, у меня ничего не было, ни бумажек, ничего. но вы дитя. И обеспечивают они, как они, как государство Советский Союз, как мы говорили, государство Советский Союз мы будем обеспечить. Они обеспечили только ребенков, детей. Ну, ребенка, бумажный носитель. Больше никого никогда в государстве даже в целом никого не обеспечивали. И то обеспечивали только до определенного там, год. потом забивали они РСФСР, тоже забивали на обеспечении, потому что медицинское средство рождения было уничтожено. Все. А им что нужно? Им нужны граждане. Я же говорю, что РСФСР, РСФСР, как вы все думаете, Российская, Советская, Федеративная, Социалистическая республика. Нет. Это такой же американский штат. Как и в Америке. Такой же американский штат. Только это у нас штат назывался Федеративная республика. Это и есть в переводе. На самом деле, если перевести на американский, там будет, ну, понятие юридическое, там будет именно штат. Именно штат будет. И у нас были штаты. Почему? В каждых областях были разные средства рождения. Это была юрисдикция твоя. Поэтому ты вот, когда человек переезжал с одной области в другую, отчетом заявлял его, его игнорировали. Поэтому как бы вы не пишите чиновниками, чиновники никогда не будут взаимодействовать, запомните, с бумажными носителями. Вам будут давать отписки, как Николай говорит. Нам дают отписки, будут отписки давать. А вы же даже вот возьмите в Германии, как у них там у нас Конституция, у них как в Германии называется, не знаю. Ну, тоже на подобии Конституции. Там кто-то написал, что народ есть власти, а он сам как народ наделил полномочиями вот это вот должностное лицо, дал ему государственную должность? Нет. Вот почему он ему и относится к нему как отписками. Вот почему. А если бы Николай бы понял, что только народ наделяет, а как наделить? Через банковскую, как я рассказывал, наделил, сдал полномочия, написал справедливое письмо, отослал ему, еще копья не отдал. И увидите результат. Он сам пригласит вас. И вы решите все свои вопросы. Они же работают, все в мире работают по инвестициарному праву. Это инвестициарное право для тех, кто умеет управлять, а не тех, кто сидит у всех в гермо. Я знаю и в Германии, во Франции, и у нас тут живут многие, да? Ну и большинство даже не понимает, что для того, чтобы тебе что-то делалось, надо сперва забрать управление. Говорит, мы, управляющие, пишут, управляющие, кредиторы, инвесторы. Да ничего, ты никем ты не управляешь. По данным документам юридическим у тебя нигде нет никакого управления. Даже свидетельство рождения и ты вот этой бумажкой управляешь зац. Больше у тебя ничего нету. Ты имеешь слово управлять только теми, что ты сам создаешь. Сам создаешь. Вот любое государство, как они называются государством, хотя это то же самое коммерческая организация, что Германия, что Франция, это то же самое коммерческая организация, под названием Германия. Они себя то же самое называют. Они создают бумаги, выдают своим гражданам, как они считают гражданам. Но если он получил эту бумажку, значит, что он признал, что он гражданин Германии, и вот чем можно теперь шлепать его можно. Ты же персону, их бумажку акцептовал, акцептовал. Ты признал, ты признал. Если ты управляющий, ты управляющий, например, задать вопрос, ты вот управляющий, а что ты не можешь создать бумажку свою и ходить с этой бумажкой изъявлять, да, а что ты не можешь-то? Значит, ты недееспособный получается, да, все правильно, значит, ты недееспособный. Ты не можешь создавать ничего, хотя ты управляющий, а управляющий тот, кто создает. Вот почему они управляют вашими аккаунтами, фамилиями отчества и отчества, потому что они создают, они управляют им, а вам только дают подержать на руках и ходить, ну, например, как паспорт, там, счет банки открыт, еще что-нибудь, и они понимают, что вы недееспособные что-то создавать. Этому праву вас никто не решал создавать бумажки. У них даже решение Евросоюза за 2021, я там не помню, Антон, посмотри, там даже есть виды документов доставляющие личности стоит номер X-999, иные документы. Это и есть вот именно те документы, которые ты сам создаешь. Ты создаешь свои персоны, свои аккаунты. А когда ты приходишь, вот как глупые вопросы, вот у меня там в банке арестовали счет. Вопрос, я всегда говорю, простой, подожди, чей счет арестовали, твой или банковский счет? Ну, мой, говорит, а там твоего ничего нету. вот этот самый счет, который в банке открыт, его кто создал? Банк. Это их аккаунт. Вот они его и создали, вот они его и нагибают. Потому что там он может быть и гражданином любой страны, этот аккаунт, они каким посчитают. А вы думаете, что вас нагибают, не вас нагибают. Если бы например создали документы, все бы поняли, кто они на самом деле есть. И все люди, которые вокруг, не зря же Герман Грецкого, все люди сами определяются, кто они есть, будет трудно управлять работой. А трудно управлять тем, кто знает, кем он есть. Они так понимают, когда ты бумажку даешь от себя, они читают ее, читают. Они читают эту бумагу. И уже по смыслу понимают, кто вы сами определились. Знаете, ходят, что-то требуют там, а это полицейские еще раз говорю, они только на гипотезе, вот чему он говорит, ваши права. А тот кричит, я права не нарушил. Все правильно, но ты права-то, передай ему. Знаете, дурачки берут, из кармана вытаскивают права и в руки ему отдают права водительские. Все, они передали не водительские права свои, а права свои по правопощи и крови отдали ему и доказали, что я, у меня нет прав, вот мои права я даю тебе и делай, что хочешь со мной. Вот поэтому они нагибают. Подожди, живой дух, вот как раз вопрос, раз ты опять эту тему поднял, ты сказал, что положите на автомобиль и скажите на бери права. А ты разве вот этими словами не даешь ему право взять? Нет, он нет, как людивное действие, когда ты передаешь в руки, права передаются только в руки, в руки. Таких случаев очень много. И при мне было, у меня двух он положил права, на машину теперь бери и забирай. Хочешь, бери. Он говорит, нет, мне дайте, у меня руки передайте его. Ему нужно как людивное действие. Вот когда вы куда-то приходите, да, вот это обратив внимание, ты же по судам ходил, да, обратив внимание, что они пытаются всегда любое решение суда, они его не ложат на стол, они его сразу пытаются в руки передать. Почему? Когда тебе отдают решение суда, они его не на стол ложат, они тебе в руки его передают, что ты принял акцепт. Акцепт принимается, когда, вот так же, когда паспорт, вот я же рассказываю, как они в МВД обманывали, я тоже вначале не понял, а потом до меня дошло, да, когда паспорт и не подписался, подписи нету, форма П-1 вообще не подписана, ничем там, со ФБУАром там, ну, вообще ни о чем, да. А потом смотрю, а что ж такое, нагибает и нагибает гражданин, вот этого гражданина, да. А потом понял, а когда вы с паспортом выходите, они потом и смеются, говорит, он думал, что нас обманывают, вот а мы его обманули. А знаешь почему? Потому что ты паспорт в руки. И обрати внимание, всегда они паспорт передают в руки, независимо, расписался ты в нем, не расписался, это не важно. Важно, что ты его принял, в руки взял его. В руки его взял. Так же, как он и форму П-1 тебе в руки отдает. Почему? Это и называется акцепт. Все. А у них же все снимается, они тоже все снимают. Все фиксируют они. И тут и до меня дошло, на самом деле, как они делают так, чтобы паспорт, даже если ты его не признал, его не акцептовал, но все равно там акцептовал бы, потому что в руки взял. Я понял их хитрую ловушечку. Потому что я тоже в СМВД с этим паспортным столом до такой степени забегаю, что уже начальница паспортного стола уже видеть меня не хочет. Не навязывают мне, хотя у меня паспорта нет, он говорит, репостка. Она не навязывает, не заставляет никто меня, ни штрафа, ничего. Они уже понимают, там все много чего знают, да, про эти паспортные, паспортные визовые сервисы, законы их знаю, и колокольцы его знают. Даже вот эти регламенты, они вообще не действующие. Там написано утвердить, но никто его не утвердил, поэтому я говорю, я буду тогда по регламенту, когда увижу подпись, кто утвердил этот регламент. колокольцев только его зарегистрировал, а утвердил кто? Никого. Покажи мне должностное лицо, которое его утвердило. Нету. Но если его нету, тогда извините, он не подписан. Он не имеет юридической силы. Просто еще с порношениями 828, там самим регламентом куча. Все, они уже поняли, что бесполезно, мне не легче купить. И когда правильно вот говоришь, я говорю, на Камчатке правила прохода в суд были отменены. Вот эти, на которые постоянно приставы ссылаются, что надо этот паспорт предъявлять, что надо через рамку проходить, что надо показывать такие содержимые сумки, на основании которых и составляются вот эти протоколы 17.3, неуполнение якобы законных требований и судебного пристава. В общем, вот эти правила, которые основаны, ну, в качестве основания там приказ председателя суда в основном по всей стране. Так вот эти правила, один юрист на Камчатке отменил эти правила через суд. И основание, то есть я читал решение, на канале Сругутнадзора в Телеге есть это решение, и там прописано, что так как данный документ не был первое, никем утвержден, вот то, что ты и говоришь, а также не был зарегистрирован в Минюсте, не является нормативным правовым актом, соответственно, не имеет юридической силы. И эти правила были отменены. Все правильно. Как приказ может быть юридически и нормативно правовым актом? Любой приказ не может быть нормативно правовым актом. Они в ВД относятся к кому? К военными. Они такую же присягу дают, что и военные. Многие забыли про это. И они относятся к военным. И любой приказ, который дает генерал, капитан, майор, это не нормативно правовой акт. А у него написано приказ, там такой-то, такой-то, регламент. Регламент это просто как бы сказать ну вот как книгу открываете, да, там есть предисловие. Вот то же самое рекламент это просто ознакомление с правилами. И все. Это правило. И все. Это правило. А все думают, они просто это слово завалировали. Слово правило превратили в регламент. Говорят, правило, ну, правило, так же как и дорожное правило. Правило дорожного движения. Покажи мне, кто написал это правило. Я же говорю, что я же говорю, научитесь правильно. У любого документа должен быть автор. У любого. Даже в Конституции, Уголовного кодекса у любого должен быть кто-то автор. Кто его написал, кто создал. Вот так же как регламент. Он его создал, колокольцу, приказ дал, утвердил, Министерство ювестиции, он только утвердил. И все. Ну, ой, как бы зарегистрировал. Но официально нигде его нету. И все. Вот почему они его и не исполняют это регламент. Да? И закона полиции они то же самое не исполняют. Почему они все поубирали? Потому что ну нету их. Нет ничего. Ну, и многие вещи должны люди понимать-то, да? Они же, сам же знаешь, они же везде кого надевают. Человека и гражданина. А первый гражданин появляется с действия рождения. И что бы ты там не говорил, как бы ты там не мутил бы, я что говорю, любой, любой суд, МВД, любая структура, даже в Германии нигде поднимают. Куда запрос первый делает? ЗАГС. Они первый делают запрос. Вот этот вот живой мужчина получал, среди с рождения на него есть? Они говорят, есть. Все понятно, номер серии. Ну, вышлите нам. Они тик, на кнопочку нажали, оно сейчас в госреестрах, сейчас все в госреестрах электронных. Так, все и пошло. Все. Она посмотрела, ага, все, гражданин есть. Независимо, какой, какого государства или там организации, там, какой страны, не имеет значения. Главное, что слово гражданин есть. Все, римское уже, плебей римский уже есть. Вот этот вот уже, который без прав, без ничего, можно уже его нагибать. Все. Единственное, что он уже, чтобы он только немножечко сделал ошибку, подтвердил, да, что, что он гражданин, там, независимый, даже он скажет, даже он, почему, почему, что-то приходит, что-то, хотя гражданин Советского Союза, вот он попал, он по барабану кто-то, ты уже признал, что ты гражданин. Это статус гражданина, да, поселение, вот что такое гражданин, ты знаешь, прекрасно, что это римское слово, это учебленных правах, которые нет, все слово гражданин есть, все, то уже попал в римское право. Все, вот я не правы. У меня есть собственное определение слово гражданин. Это тот, кто ограничен в правах и свободах и имеет определенные обязанности на определенной территории. Все правильно, вот смотри, вот каждому, каждое, почему называется РСФСР, есть, вот, кто-то родился в Волгоградской области, это Волгоградская, Волгоградская область, РСФСР, это субъект Волгоградской области, это тот же самый штат. Если он поедет, например, на Саратовскую, там начнет что-то, ему скажут, езжай туда, откуда приехал, он скажет, а что, а у тебя что, давай здесь не жить, ты здесь единственное рождение получал, там, вот езжай, свою область, таких случаев много, я знаю, реальных, которые так и говорят, езжай туда, куда приехал, они дают намек, что там твое обеспечение и там, там, все, вот, а эти все понять не могут, почему, почему, у каждого есть серия и номер, хотя тот самый, это тот самый американский документ в Саратовской рождении, любой, где стоит римская цифра, серия и номер о Саратовской рождении, в паспортах, это все американское, то есть все вот эти серии и номер зарегистрировали уже Министерство США и ФРС, они уже зарегистрированы, эти документы уже стоят, как только ты через них держишь, эти документы какие-то юридические значимые действия отдают, то есть эти документы что делают? Начинают баблу зарабатывать они, хотя ты ничего не отдаешь, ты просто показал, вот здесь рождение мое, вот-вот-вот, она взяла серокопию, отсканировала, там все отправила, все, уже ушел в ПРС, Министерство труда, все, потому что этот документ делали американцы, это ихний, они имитентные, заказчики только СССР, но это имитентные, это то же самое, мать пришла, отдала справку медицинского рождения, она только заказчик, она заказала, заявила, заявитель, да, о создании актовой запись, ну, актовую запись, кто создал? ЗАГС, но она отдала свои права, продала ребенка, чем? Медицинским свидетельствам рождения, она отдала его и все, а их взамен, что дали? Вот начали с рождения, и ходили, все, она расписала в журнале, получила, и пошла домой, никого не понимая, что неправильно, ребенка отдала системе, проходит ровно год, а потом после года, еще год что-то еще обеспечивает, малыша, девочку или мальчика, они еще обеспечивают, поверьте, они бегают, все пытаются, как только год проходит, все прекращается, потому что самый главный документ, правая, медицинское свидетельство рождения было уничтожено, им это и надо, им надо год вытерпеть, а хотя мать должна была прийти и сказать, а теперь медицинское свидетельство рождения сюда, давайте, давайте вы сюда, назад, попользовались, вы составили, создавили, она им забрала, а почему, вот когда, вот у нас здесь, в городе, да, женщина родила ребенка, приходит в полицию, что защита, сделать не могут, они хотят, чтобы она пошла в ЗАГС, создала актовую запись, получила свидетельство рождения, она сказала, да нет, ребята, я вам своего ребенка не отдам, вашей системе, я сейчас напишу свидетельство о рождении, свое семейное родовое, пойду в ФК, управление федерального казначейства, там счетчик, открывается, и все, вот обеспечение идет пожизненно на этого, дитя, ну на бумажном это ребенок, на бумагах никогда не могут быть дети, там только ребенок, обеспечивают только ребенка, как только вы получаете, свидетельство рождения, ровно через год ваше обеспечение проходит, все, ну и так гражданин, но уже гражданин, вот гражданина у них нет обеспечения, у них не обслуживаются граждане, нет, почему они все говорят, что нет у нас граждан, правильно они говорят, нет у нас граждан, и никогда не было, и при Советском Союзе не было граждан, они все были где? В портах, в портах, когда же, помнишь, что я рассказывал, когда в Каневский лагерь, ты приезжал по путевке, даже все паспорта нет, у тебя было свидетельство рождения, да, куда путевка идет, где она рядом, сюда была речка, озеро, всегда, а слово док, документ, слово документ переводится как док, сокращенно это, ну сокращенно это док, а мы называем документ, это док, это маленький кораблик, маленький кораблик, и для того, чтобы кораблик, и поэтому там озера и речки были, обязательно должно быть, потому что этот, персона должна быть в морском праве, в морском праве, должно там быть, поэтому узелайгеряк всегда были речки и озера, почему Петр Первый кораблестроение строил, морское право развивал, а днистративу, многие внимания не обращают, а потом этот кораблик среди сорождения перешел уже в большое кораблище, в танкер, это паспорт СССР, это уже, он уже из речки, из озера, переходит уже в океан или в море, вот там он уже плавал, все, больше он никогда на сушу не вылезет, никогда, все говорят, о, блин, а где мои права тут, на сушу, на землю, да нет у вас прав, на сушу, на землю, права были на сушу, на землю, это было медицинское свидетельство о рождении, это называется по праву почвы и крови, этот документ, вот почему они уничтожили его, если кто-то бы понимал бы, поэтому права, еще раз говорю, у вас данные только по рождению, никто не может их изобрать, никто в мире не может вам, также никто в мире не может вам дать ни одно гражданство, сам, но я прекрасно об этом, Антон, никто, ни МВД, ни Папа Римский, ни Путин, никто в мире не может дать никакого гражданства, потому что его нету, и он не существует, слово вообще гражданство, гражданство может только бумажное быть носителем, и сегодня мой бумажный носитель может быть гражданином страны Гондураса, я сейчас напишу, что вот эта моя персона, которую я создам, она стреляет до страны Гондурасов, такого государства, древнейшего там, сотни миллиардов лет, триллиона, вот и докажи, что это не так. Конечно, не смогут доказать, вот поэтому вам и внукают, что вы граждане, 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 потому что им надо кого нагибать, гражданину, независимо, какого. И когда же вы поймете, что вы по рождению, у вас нет ни гражданин, вы мужчина и женщина, ну, раньше как бы мальчик и девочка, сейчас вы мужчина и женщина, с именем таким-то, все, больше у вас ничего нету, нету у вас ни гражданства, ни гражданин, вот тогда у вас и есть право, право управлять, быть хозяином, на этой именно земле. А когда вы говорите, что у меня есть права, права, а как вы можете подтвердить свои права? Вот как? Вот сейчас ему задам вопрос, как он может подтвердить, что у него есть права? Под декларацией международной это вексель. Я же рассказывал, любой закон это вексель. Для того, чтобы пользоваться этим законом, за что сделать? Выкупить право этого закона, наша международная декларация, ее надо выкупить. Выкупить, надо, право. Это чек, это тот самый вексель. Все, что вы видите, объявления, все законы, ФЗ, ФЗ, там всякого это все векселя. А то вот юристы пишут, тут, 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 там, ссылаются, да? А ты вообще вопрос задаешь, а ты вообще имеешь право пользоваться вот этим, что ты не спишешь на этой бумажке? Она скажет, да, а ты покажи мне, где право, где ты выкупила права вот на это, ты, ты имитент этого закона, выректирую, создавал? Нет. А что ты пользуешься чужим? Ты что, украл, что ли? И получается, когда применяют какой-то международный какие-то вот эти вот законы, они, получается, своровали их? Они своровали их. У кого? У имитента, у автора. А для начала нам найти, кто автор вот этого, чтобы подъявить ему, так как нарушили его права авторстве. Так же, как имя, отчество, фамилия, это три имени. Они пользуются, они нарушили ваши права. Завтра, когда создает гражданина, да, в связи с рождением, а потом он уходит в МВД, вы что, отдавали право нагибать у этого, что ли, гражданина? Его нагибают везде. Везде нагибают этому гражданину. И в судах, и в банках, везде. А вы отдавали право, чтобы его нагибали. Нет. Это то же самое, знаешь, как Антон объяснит, как люди отзывают персональные данные. Я еще только раз объясняю, как можно отозвать то, что не твое. Как можно отозвать ту персону, которую ты не создавала ее, тебе дали только пользоваться. и ты ходишь пользоваться этой персоной, а потом кричишь, моя, я отзываю свои данные. А когда слово говорит, я отзываю свои данные, значит, она признает, что она и есть эта персона. Она признает, сама-то он не понимает, юридически признает, что она и есть эта персона. Они поэтому и пишут отписку, что мы не можем, мы не отдаем третьим лицам третьим. Конечно, они не отдают, зачем им отдавать третьим лицам, когда они эту же персона и грабят. Чтобы встретить. А почему они тогда требуют вот эти согласия на обработку постановленных данных? Это еще согласие на обработку данных. А ты задавай вопрос, а что вы у меня спрашиваете согласие на обработку данных? А вы спросите у метента. Я его специально вам зайдут вопрос для того, чтобы вы признали себе персон. Понимаешь? Ты понял какой-то подвох системный? Что ты сам сам производил? Что ты сам себе подожди, живой дух, ну давай строить диалог. Ты не забывай, пожалуйста, что здесь общий чат и здесь еще 62 человека. То есть еще двое тянут руку очень давно. у тебя разговор затянулся и переходит в монолог. Я пытаюсь сделать диалог. Я хочу задать вопрос, не даешь. Учитывай, пожалуйста, что мы с тобой не вдвоем разговариваем, а тут еще 62 человека присутствуют. Все, понял, понял. Вопрос. То есть они пытаются втянуть через вот эти согласия, то есть чтобы ты отождествовал себя с персоной, даже несмотря на то, что ты там запрещаешь, я хозяин и все такое, то есть у них задача отождествить, чтобы ты ввязался в такой мини-процесс по оспариванию прав на персону, то есть немножко отождествил себя с этими персональными данными. Да, все правильно, все правильно. И когда ты говоришь, что я, да, я пишу, я отзываю, это персональные данные, ты уже то самое подтверждаешь, что ты являешься этой персоной. Все, ты уже на ключок попался. Понимаешь, это титрая ловушка. А я всегда отвечаю так, а что, как я могу отозвать то, что не мое? Если вы у меня спрашиваете отзывание от этих данных, так вы обращайтесь к тому, кто его создал. Кто его создал? В МВД? Вот пишите туда, в МВД. Я не могу отозвать то, что это не мое. Я не являюсь им. Я вспомнил, я вспомнил, мне в одной конторе, то есть я пришел заказать услугу, мне подсовывают эту бумагу согласен обработку персональных данных. Я сказал, что я не хочу вообще заполнять и даже притрагиваться к этой бумаге. И, короче, она сделала хитрый ход, она всячески меня упросила, уговорила, что ну хотя бы вот, хотя бы просто вот напишите, что это, отказываю или там, ну хоть какую-то закорючку поставьте. Я тогда не сообразил, я написал запрещаю. то есть не важно было, что я там написал, главное было то, что я прикоснулся к бумаге, я оставил живую хоть какую-то закорючку. Да, все правильно. И вот теперь ты начинаешь понимать, в чем вот эти вот люди в ловушку попадают. На самом простом. Потому что они внимания не обращают, не умеют правильно понимание первым делом слов, вот этих вот поступок не могут понять одного. Ваше то, что, ваше только это имя и то нарекла вас. Помнишь, я говорил, Антон, что при рождении мать нарекает только имени. Она не может вам дать ни отчество, ни фамилию вам никак не может дать, потому что это родовое. Она переходит по наследству. Это так же, как и богатство твоих предков, она лежит в металлической книге ревизорских сказок, там прописано все, да, это все вам по наследству. Тебе не надо заявлять, а что там. Ты единственное поднимаешь, только утверждаешь нотариально, что это тот госархив тоже подтверждает, что вот это твои предки. Все, тебе не надо ничего доказывать. И так же и это, у меня, ну, извините, не покажите мне хоть одного, который родился без отца. У каждого есть отец и мать. даже в пробирке пускай, даже в пробирочную все равно вот эта вот сперма, которая мужская, это какого-то отца мужского рода, какого-то мужика, но она-то была введена, значит, существует, пускай даже хоть биологический, и у каждого у вас есть не просто родная мать, а родная биологическая мать, это разные вещи. Может быть, родная мать на бумажке, а есть биологическая. у которой есть ДНК, группа крови, она разговаривает, ходит, это называется биологическая мать, родная. Видите, как они с рождения прописали мать, какая мать, родина, мать есть такая, фильм смотрел же, за родину мать, Россия, какая я мать. А вот слово биологический, это важно. биологическая мама у меня есть. Вот это уже, как говорится, уже никто не может оспорить. Так же у вас и у всех есть биологический отец. И когда люди не понимают, что вот их персон, нету никаких отцов, и матерей нету, это как замуж, выходят за свадьбу, за все играют, им дают свидетельство о браке, да? Свидетельство о браке, а свидетельство о первом деле, свидетельство это доказательство преступлений, брак это испорченный товар. И кричат, я замужем или женилась там. Слышь, говорю, вообще-то это не ты женился, никогда даже в браке не был. Ты же там постояла, там на видео, это ни о чем не говорит. Вот. Это две бумажки просто. Два гражданина ЗАСовские вышли на бумажных носителях. И у них появился потом через год там еще один бумажный носитель родился. Только название актовые записи, да? Вот. Рождается актовая запись. А после этой актовой записи уже становится, не рождается гражданин, просто становится гражданин. Вот. Они говорят, поймите, что все это отвертый обман. Вот почему всегда вот, я же там тебе скинул образец декларации семейно-родового рода. Это офигенно. Там четко все прописано, все, все. Там нет никаких ничего. Я потом найду, как все называют. Почему еще называется запись акта гражданского состояния, гражданского, слово гражданин. Там появляется гражданин. Там появляется, запомните, не уродомах, а по-верху гражданин появляется именно в ЗАГСе. Они его создают для кого? Для системы, чтобы система могла его нагибать. И где бы ты ни был, что бы ты ни делал, как бы ты стране не живи, потому что нагибает гражданина, но ребенка не нагибает. А уйти в статус ребенка, Антон, я тебе рассказывал как, да, тут я в чате не буду рассказывать. И когда все это пойдет юридически, вот тогда поймете, что все, что вокруг вас, все естественно, как туман, пришел туман, чужит, он не сел, не сел, а потом раз, утром встали, как будто нет этого тумана. и больше он не появляется. А потому что нет этого гражданина. И он нет. Вот тут и появляется у вас уже право требовать, не просто, блядь, просить, а требовать любого чиновника то, что вы хотите. Потому что не понимают, что нет гражданина. Подожди, мне подслышалось или было слово на букву Б? В смысле Б? Я говорю нагибать, нагибать слово, а не матом. Не, это другое слово, на две буквы БЛ, или мне послышалось? Нет, послышалось, если я матом ругаюсь, то я ругаюсь вот так, бля. Ой, стой, стой, остановись, не надо. Это, на поле не надо здесь произносить. Не, не, я вообще-то не ругаюсь, я тут матом не ругаюсь, Антон. Сразу тебе говорю, можно даже переслушать. Не произноси, пожалуйста, даже вот такие слова из трех букв. Ну, хотя это русское простое, это не ругательное, нормальное русское слово. Не, не важно, я тебе просьбу отмучил, прошу соблюдать просьбу, иначе буду вынужден завершить. Антон, я матом не руганулся, тебя уже глючит. Нет, ты произнес слово из трех букв, я тебя прошу даже. Не может такого быть. Ну, не может такого быть. Ты сказал БЛ и еще одну букву. Блин? Я не буду произносить его за тебя. Короче, давай, проехали, смотри, аккуратно. Это не важно, важно, важно в другом. открыл для чего? Чтобы понять, для чего разговор тут. Люди слушают, поверь, люди за всю жизнь только слушали, поклеще, чем ты думаешь. Тут людям главное донести смысл ихнего, кто не есть, да, и чтобы они понимали. Мне, пожалуйста, сказать, я знаю, что ты еще не все донес, но я тебе напоминаю, что у нас здесь общий чат. Тут еще много тех, кто хочет позадавать тебе вопросы. Ты готов к вопросам? Человека тянут руку? Да я могу на любой вопрос очень умно ответить. На любой вопрос могу очень умно ответить. Вот. Неважно, потому что вопросы-то не мне задаются, а задаются мне для этого. Потому что я услышал слово водительские права. я уже понял. А ты первым делом должен задавать вопрос. Подожди, чьи права я должен тебе передать? Кому я должен передать свои права? И он скажет водительских, а у водительских прав нету прав. Права бывают только у кого, у человека. Права бывают только у человека. Нету прав удостоверения нету у водительского, ни в паспорте, ни у кого, ни одно бумажное носитель. Ни у машины, ни у асфальта, ни разметки там, ни у кого не прав. Только права бывают только у человека. Так что мне тебе передать-то и мне поясни. Он скажет водительское удостоверение, ну, права. Я говорю, подождите, я не могу тебе передать. Если я тебе передам сейчас права своих, как человека, да, ты начнешь уже меня все делать, определять. Потому что я все, я отдал, ты мне отдал свои права. Я не могу тебе отдать свои права. А теперь покажи мне, пожалуйста, чьи права я нарушил. Если он не понимает, скажет, открываешь декларацию прав человека, если он читает, там что написано, у кого права есть, только у человека, а где написано, что есть права у машин, у асфальта, у дороги. покажи мне хоть одно, даже правило дорожного движения, там что, это правило, это просто правило. Что такое правило? Вот я тебе говорю, ты туда не ходи, ты вот здесь пройди, вот лужа, ты обойди лужу. Хочешь, иди по луже, а хочешь, вот рядом, пройди по луже, лужи. И просто тебе правило, посоветуй тебе. И все, вот в чем разница. А все думают, что правило дорожного движения, это закон. Нет, это не закон, это правило. Так кто это правило написал? Кто? Покажи мне, кто имитент вот этих правил дорожного движения? И где написано в правилах дорожного движения, что я обязан передать тебе как человека права тебе? Живой дух. Услышь меня, пожалуйста, ты опять в монолог скатываешься. Я тебе хочу задать вопрос. Ты готов отвечать на вопросы те, кто поднимает руку? Тут много желаний. Готов, готов, готов. Или ты хочешь продолжить монолог? Нет, готов. Тогда будь, пожалуйста, потактичнее. Такт это чередование. Понимаешь, о чем я говорю? Да, 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 да. У тебя есть склонность уходить в монолог. Пожалуйста, поддерживай диалог. Угу. Нас, по-моему, не помню, то ли МИС-7, то ли Николай, по-моему, Николай первый поднял руку. Николай говорит. Да, благодарствую. Коротко, мне уже надо идти. К живому духу вопрос. Во-первых, у человека нету прав, человек в праве. Это первый важный момент. Можете выключить, пожалуйста, микрофон? Потому что фонит сильно. Да, благодарю. У человека нет прав, человек в праве. И только если мы, только если мы каким-либо образом отразивились с персоной, тогда у нас появляются права. И права эти уже гражданские. То есть ничего общего с живым человеком, с дитем у нас нет. И человек, человек это не персона, человек это статус. И как человек из статуса, через персону мы взаимодействуем с государством. Как живой дух, как живой человек мы с государством взаимодействовать не можем. Если писать государству «Я живая душа, живой дух, живой мужчина требует того-то, того-то», это явный показатель того, что карательную медицину будут подключать. Живых людей система не видит. С системой можно взаимодействовать только из статуса человека, через персону. Благодарю. Я уже понял, о чем я тебе кое-что уже расскажу. Я же тебе только что недавно говорил. Ты рожден по правую почву. Не в праве, не в праве, а по праву почвы, кроме того, ты уже родился на этой земле. Это совсем разные вещи. Когда ты маленький, стукнил, когда ты рождаешься, ты ногой, почему родители специально ставят тебе на землю. Все, вот твое право. Право дано творцом, еще раз говорю. Даже у них прописано, даже в естественном праве, да, в канонах прописано, что права даны по рождению, там есть каноны про свидетельство рождения. Даже там прописано, что по рождению дается права. Дается не в их праве, а по праву. Уже тебе они даны, эти права. Даже Библии прописано, и дано тебе пользоваться все, что есть на этой земле. А не так, что ты должен заходить туда и говорить, извините, можно мне пользоваться? Надо некоторые вещи понимать. в праве и быть прав, и рождем по праву. Это разные понимания. И когда ты говоришь, почему, я вот всегда пишу о порождении права почвы и крови. Вот тогда они начинают понимать, про какие права я говорю. Но я также пишу, что я взаимодействую через своих агентов своих. Через агентов агент может быть мой, кем хочешь. Пускай будет человек у меня. Я могу сделать юридическим листом этого агента. Куда я захожу? Если финанс через юридическое, если заявляю, а я о себе, то я заявляю не через, еще раз говорю, а заявляю через правую почву и кровь, и все. И не через человека, а через мужчину. Сопутствующий вопрос, а где прописано право почвы и крови? Это дано по рождению. Вот у тебя есть имя? Где это прописано? Система знает, что это в канонах прописано. Система это не канон, это естественное право. В канонах почитай, я не помню, статья там прописано по рождению, в празе действия рождения, вот именно там про рождение прописано, какое право по рождению дается. И там написано, право от Творца, от Бога дается тебе. Вот это ты забыл. Нет, я это не забыл. А каноны это не фикция? Есть каноны, а есть кононы. Видишь разница? В одной букве есть каноны, а есть кононы. В чем разница? и система понимает каноны. А каноны это мироздание, да, завет единого неба, но туда не пойдешь, туда и не стоит идти. Это еще серьезнее, чем каноны, намного серьезнее. Из-за нарушения этих даже люди жизнь отдают. Это совсем еще глубже, серьезнее. Хорошо, а как взаимодействовать с системой без человека? Я же говорю, ты взаимодействуешь с системой через своего агента. Ты мужчина, нареченным именем Николай. Взаимодействуешь с системой через агентов. Кто такой агент? Это твои персоны, твои аккаунты. У них что, написано, что он человек? Где в ЗАГСе написано в среде рождения, что там человек? Там написано гражданинь. И как вы себя заявили? Кто владеет персонами? Так еще говорю, если ты сам создаешь персону, сам создаешь, а не их персону, которую тебе подсунули, и ты пытаешься ее управлять, ты никогда не будешь ее управлять, пока не заберешь свой аккаунт, не переделаешь свой аккаунт, Антон тебе потом в отдельности расскажет, как это делать. Вот тогда ты будешь управляющим своими аккаунтами. А ты можешь в систему залазить через человека, через гражданина, а они, вот обрати внимание, почему тебе везде отписки дают? Через человека, не через гражданина. даже даже хоть через человека какая радость вот скажем, почему тебе отписки дают? Ну, признали тебе человеком, дальше что? Что от этого? Тебе что-то дается? Тебя обеспечивают, дают много чего? Что? Ничего. Они не будут, потому что они прекрасно знают, что аккаунт, который, да, который там был создан, создан не твоими руками, не тобой, не ты заявитель, не ты управляющий. Что такое управляющий? Это кто-то, который создал. Если ты не создал, да, как ты можешь быть управляющим? А что будет, если каждый станет управляющим своего аккаунта? Что будет в мире? Или в одной стране? Не важно, что будет в мире. Он создается чисто для тебя, не для всего мира. Как это хаос будет, если у каждого будет директором? Это, поверь, Николай, не каждый даже поймет, как это правильно, чего это делается. Тут не каждый поймет. Поэтому эти темы, это разговаривать один на один. А так я тут разговаривать не буду. Но говорю тебе четко. Просто твой результат скажу. Я понимаю, о чем буду говорить. Что будет отпуск? Я не понимаю, как взаимодействовать с системой на основании того, что вы рассказываете. Я прекрасно понимаю, о чем я. Если ты послушал внимательно, я бы понял, кто ты есть, система, ты есть государство, ты есть власть и народ. Ты так и не понял? Остановитесь, остановитесь. Вы оба уходите в полемику. Николай, тебе было сказано один на один. Поясню потом. Тебе потом объяснить тебе, Антон, что-то. Потом поймешь, как взаимодействовать с системой. Хотя ты есть система, ты есть государство. Ты не представляешь, какими полномочиями ты обладаешь. Но пока ты не заберешь вот это, что надо, все твои вот это, что ты думаешь, что ты там, ты только юридически думаешь, а в реальности она ничего мне не даст, пока ты правильно юридически значимое действие не делаешь. Антон тебе потом в ритку расскажет. Есть вещи, которые люди еще не готовы. Ему нельзя им говорить. Тут разговор, ты говоришь, как взаимодействовать с системой. Это она должна с тобой взаимодействовать, а не ты с нею. Ты есть система. Ты только это себе в голову вбью, что ты системой должен взаимодействовать. Нет, это они должны с тобой взаимодействовать. Источник власти. Ты есть само государство, ты есть власть и народ. Так вот эти права, имение имени твоего, да, я тебе даже чуть-чуть поясню получше, имение имени твоего, да, Николай там Отисов фамилию, у тебя нет, ты его потерял, ты верни его назад. И когда ты вернешь его назад, тебе Антон расскажет, вот тогда ты будешь тем, чем ты хочешь. И тогда ни один чиновник независимо кем бы он не был и слова тебе не скажет. Но единственное, что я тебе скажу, когда ты будешь с тобой взаимодействовать, никогда в жизни большинство людей пытаются идти от народа. Антон тебе потом объяснить, почему нельзя тебя народу, потому что у тебя свой род. У каждого свой род, запомни, Николай, у каждого есть свои рода. Вот когда на Руси собирались за стол, сидели серия, глава семьи это был род. Не община вот эта, которая создается из депутатов, вот этих всего, не то, это ни о чем. Вот приходил, например, род твой, твой предок сидел, представлял весь твой род, вот это есть община, семейно-родовая община твоего, имения рода твоего. Вот это был источник власти. И он заявлял, и все слушали, делали то, что он говорит от своего рода. Вот они советовались вместе с собой, а не так, как у нас. Мы пришли и движим к этим депутатам, у которых никакого отношения вообще не имеют. Пытаемся решить вопросы через них. Нет, это они должны решать ваши вопросы, все чиновники. Для того, чтобы решить вопросы, твои вопросы все решать, надо вернуть имение имени своего родового. А где она? Это мама его отдала. В роддоме медицинскую справочку о рождении мама отдала. Это есть имение твоего рода. Отдала в управление системой и потеряла ее все. И система теперь управляет имением твоего рода. Металлической книгой, катериальными счетами все она управляет. Но не ты. теперь понял Николай? И вот когда вернешь то все, тогда поймешь, что ты и есть система, ты и есть государство, ты и народ и власть. А кому еще государство? Еще раз говорю, тебе источник власти ты. Слово государство вообще нет уже государства. В 2013 году по-римски как его там попри или он всех разогнал, их нету. Почему они все перешли куда? В юридические лица, замещающие государственную должность. Обрати внимание, подсказочку тебе дам, замещающие государственную должность. У всех написано. Почему? Он замещает ее, но он не является, пока ты ему не наделишь его полномочиями. Кто наделяет полномочиями дает? Народ. Ты есть народ. Вот дай ему полномочий. Приди к нему как мужчина к мужчине через агентский договор, закучи договор с любым, кого ты посчитаешь лучшим. Все, и будешь ты управлять? Вам никто это право вас никто не забирал, ни у кого, только вы забыли. Они почему только не пиши, совет тебе не пиши на государственном языке. Знаешь, почему, кстати, тебе их подписки дают, Николай? Потому что пишешь на государственном языке. Государственный язык чей является собственностью? Государство. Про подписки не обо мне были, я закончил, Антон, спасибо. Не, я просто объясняю, любой человек, который пишет, да, системы, он пишет на каком языке, на государственном. И пишут написано государственном языке, русском государственном языке. Это их язык, они что хотят, они могут его и не понять. Им все равно, что ты пишешь. Захочет ответить, захочет. И тем более, когда ты пишешь, ты пишешь не уведомления, а всегда пиши извещения, это разные вещи, но уведомления тебе никогда не дадут ответ. Ты просто уведомил и все. А вот на извещениях, они всегда дадут тебе ответ. Всегда. Обрати внимание, почему банковская почта приходит тебе именно извещение получить то-то-то. Любую бумагу ты получаешь, почему написано извещение, а уведомление это ни о чем. Ну, уведомление работает. А потому что уведомление не работает, а извещение юридически работает. Почему? Потому что я вот это вот точно не знаю, почему у них уведомление. есть теория, давно была озвучена, по-моему, Наталья Рыбкина рассказывала, что извещение производное от слова «извечи», то есть «вечи» народной, из народного «вечи». А когда ты уведомляешь, они никогда не... Я вот сколько раз писал уведомление, да, даже пишут волеизъявление уведомления, требования, они не отвечают. Если только пишут, например, волеизъявления извещения, требования, тут уже сразу отвечают. Потому что уведомления никогда не отвечают. Вот поэтому надо писать извещение, извещать надо. Обязательно. Прошу прощения, еще раз коротко, все, что мы сейчас слышим, вот это есть чистая коммерция. Коммерция, знаешь, как я могу... Вот мы пришли с тобой на рынок, я тебе сейчас объясню, свяжу я за приватками, говорю тебе, товар видишь, ты лишь видишь, телефон хочешь, хочешь, дай мне денег, вот тебе тоже самая коммерция, только она в разных подвидах. Не надо все переводить в коммерцию. Ты видишь, только все в коммерцию. А кроме, вот как-то сказать, даже Антон согласится, что на каждый закон есть противозакон. Но так же, как на каждую коммерцию есть противокоммерция. Не надо вообще убедить, что это коммерция. Коммерция это там, где зарабатывание денег, это коммерция. Когда ты создаешь документ, какой-нибудь отдаешь, ты что, коммерцией занимаешься? Или авторское право? Или декларация права ребенка это тоже коммерция? Нет. Смотря с какой стороны подходить, как монета на двух сторон. Ты постоянно обо всем видишь никакого коммерции? Нет. Ты другое почитай, и там поймешь, как это взаимосвязано с жестением. Даже Конституция, она взаимосвязана с многим влюбает в Конституцию, даже рейховская или советская, она взаимосвязана не только с Конституцией народной, она взаимосвязана с каким правом? С авторским правом, также взаимодействует с международным, так как она утверждается, подтверждается тоже международным, кто утверждает ее, смотрит за ней правильно, знали, там много чего к ней относится. Должно быть еще позитивное право, чтобы нарушались права человека, там тоже прописываются права человека, правильно прописываются, также там уже прописывается и какое еще и римское право, что граждане у нас в Конституции должны же быть римское право там должно быть, но там же и есть же и суды, что перед судами равны, это уже морское право еще в одной Конституции, так где же коммерция, объясни мне, вот поэтому Николай не надо смотреть на все как коммерцию, ты смотри с другой стороны, что в нем спрятано еще глубже кроме коммерции, то, что коммерция это так наверху тебе что-то видел, а что за ней спрятано в глубине там, тогда ты начнешь правильно понимать все вот эти вот международные вот эти все документы, договоры, права, вот эти все, тогда ты начнешь правильно понимать, любой юрист, который юрист, который есть, они вообще они все бестолковые, понимаешь, у них только одно, заработать денег, и все, кем у слова скажешь, он даже слова не понимает, даже слово простое, не поймет шифровку этого слова, юридически даже они там, они только одно, ну, он там знает, да, они смотрят просто как коммерция, как заработать денег, те же самые так же. живой дух, просьба сокращать свою речь и высказывать главную мысль, потому что много желающих. Поэтому, я понял, поэтому, Николай, немножечко научись правильно, как среди с рождения, научись правильно, правильно читать документы, даже правильно читать законы, не смотри в одну сторону, научись не много. живой дух, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, совсем полностью согласен, но коммерция, я думаю, у нас в терминологии проблема коммерции, здесь в Европе, как минимум, коммерция, это любое, абсолютно любое рукотворное право, абсолютно любое, это и есть коммерция. И то, что вы сейчас объясняете, если, это единственное, то, что я говорю, про смешивание. Подожди, Николай, Николай, подожди, здесь все намешано. Да подождите, е-мое, живой дух, научись, пожалуйста, микрофоном пользоваться. Мы слышим, как ты там стаканы передвигаешь и шумишь, это наводит у тебя какой-то штурм на заднем фоне. Если ты молчишь, пожалуйста, отключай микрофон. Хорошо, понял, понял. Николай. Да, то, что я говорил, это коммерция, про смешание именно статуса человека и коммерции. Вот это четко надо разграничивать. То, что живой дух вещал, абсолютно верно, полностью, если мы со всеми согласен, но это путь коммерческий, только какое-то ты право, направо на какое-то опёрся, всё, ты вышел из права и вступил в рукотворное право, системное право. А если ты едешь из статуса человека, как живая душа, как живой мужчина, как живая вещь, из статуса человека, которому служит государство, государство служит человеку. Это прописано во всех конституциях. Государство служит человеку, как человек, это надгосударственный статус. Поэтому государство ему служит. Если я буду заезжать как живой, как живой, живого система не видит. Поэтому я могу как живой заезжать из статуса человека через персону. Только тогда государство начинает служить. Никак, никак, если как живой заедешь, это психиатрия. Если ты заедешь как живой из статуса человека через персону, вот тогда государство становится очень-очень покладистым и послушным. А если это всё смешивать, что вот сейчас мы слышим, это смешание вот этих вот двух путей, статус человека и коммерция. Если их смешивать, ты автоматически в коммерции, автоматически ты лишаешься божественного права. И рождаемся мы в праве. Мы приходим, это право уже есть. По праву, мы только из-за того, что родились, мы уже в праве родились. Закончил. Ну, вы говорите в принципе об одном и том же, только разными словами. Он то же самое говорит по праву почвы и крови. А ты говоришь, это немножко по-другому называешь. А по факту... Он смешивает, он смешивает это. Он смешивает и коммерции. Подожди, подожди, подожди. Даже если он смешивает, да, вот ты говоришь смешивает, он говорит, нет, не смешивает. Всё познаётся на практике. Нужны практические примеры и практика, и конкретные практические примеры. Я не знаю, есть они у вас или нет, будете вы их озвучивать или нет, но это всё познаётся в практике. Мы услышали достаточно теории на данный момент. Пожалуйста, дайте возможность другим позадавать вопросы. Друзья, это... Я поддержу живой дух, потому что я пробовал тоже по-разному. Я... Вот когда я говорил, вот мужчина Михаил, так эти налоговые, сразу у них глаза аж вот так вот, они вот и... Миссия, подожди, 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 Миссия, потрудись над своим звуком. Опять где-то ты далеко, опять какой-то вектор. Слышно сейчас нормально? Получше. Я... Говорю, я ещё раз повторюсь, я поддержу живой дух, потому что я когда общался с этим, с налоговой, с... Я по-разному пробовал, понимаете, я тоже прохожу свой путь. И когда я рассказал, говорю, как вы это вот, ну, как у вас вот глядит, я тут говорю, живой мужчина Михаил, собственно, именем Михаил. Они так... Это, глаза у них сразу вот такие большие, они сразу это вот... И ещё одно, что я заметил, не то, что насмешка, не было там насмешки, там было удивление и сразу как бы ну, как ну, маленькие подсказки давали. Ну, не знаю, как вам это это вот донести. Михаил, дальше. Михаил, подожди, подожди. Ты слишком много пауз делаешь. давай коротко, мысль чётко. Растягивай время. Антон, давай я скажу, о чём он хотел сказать. Я ездил в областную ФНС, не районную, а областную. Живой дух. Ты перехватил микрофон как-то по-другому. Слишком не раз. Потоки воздуха врываются в микрофон. Чуть сбоку от потоков воздух. Я понял, смотри, объясни. Я ездил в областную ФНС. пихо. Я ездил в областную ФНС, в областную ФНС. Нормально разговаривали вы там с начальником и заместитель такой, кто там только не был. Я хотел удалить МНН. Она мне чётко сказала, МНН можно удалить тот, когда будет мёртвым гражданином. Не будет гражданина, не будет никакого МННа. Когда паспорт Российской Федерации первый раз получали все, там же в 828 постановление чётко написано при получении паспорта становитесь налогоплательщика и всё. Он уже автоматически мог присвоить МНН номер. Избавиться только можно от этого МННа это избавиться от гражданина. Она так сказала, будет мёртвый гражданин, не будет МНН. А он не твитерный гражданин и в ЗАГСе. Всё идёт через ЗАГС. Это всё взаимосвязано. Ты уже понял, да, к чём нет? У нас не зря пословица существует в русском на знаке, что у нас всё через ЗАГС. Правильно, через ЗАГС. Вот где вход, там выход. Вход в ЗАГСе и выход из ЗАГСа. Всё там. И все проблемы, которые у вас вокруг с ипотеками, с банками, с ССП. У меня тоже арестовая инструкция, чита. Я что сделал? Вот рассказываю по своему опыту. Я говорю, хорошо, он наш постановление даёт. Я пишу эмитент а эмитент. Пишу да, должник, кто должник там. Потом принимаю её за ценность. Пишу прямо на красную. Там при ней там пишу, переписываю, принимает за ценность 500, ну, там 50 миллионов билет Банка России. Она выдачила, говорит, всё, подпись твоя стоит, ты же мне отдавал, а я принимала ценность. Нет, что делаю, везу куда управление федерального указания, зачем им отдаёте. И пускай, у Теоли же есть юридическое лицо, у любого района ССП или там есть юридическое лицо. Кто будет своего кармана платить юридическое лицо? Управление федерального всё равно с кого бабки брать. И он заберёт вот с этой за 50 миллионов будет выдёргивать. Ребята, извините, а мне всё равно. Её приняли за ценность эту бумагу? Вы там выписали там 25-50 миллионов по ипотеке там за сканью там суд там вон. Да по барабану что там суд вон. Самое главное какую сумму вы вы ката принесли. и тут уже серьёзно их система банковская начинает просто что делать? Затем у этих же юридических лица которые открыли вот эти незаконные розы и сразу всё размаркировывается всё работает вот подсказка пока не умертвите гражданина что бы вы не писали что бы вы не делали всегда будут этого гражданина везде нагибать тут ещё есть люди которые хотят вопросы позадавать Алёна ты вроде хотела сказать да вот у меня такой вопрос просто вы уже далеко бежали от темы смотреть рождаете ребёнок ему дают соответственно справку о том что он родился вот мамка бежит значит с этой справкой где это написано что справка это если в течение года в ЗАГС мать назад не пришла не забрала её то всё она исчезает насколько я знаю любые документы по любому человеку в архивах в тех или иных местах хранятся сто лет да это единственное что сейчас в уголовке вообще все дела их оцифровывают и они у них теперь будут храняться пять лет но вот даже это сделали только с 18 по-моему или 19 года и вот мне интересно где это прописано что действительно вот этой вот справке когда рождается ребёнок её уже нет что её ликвидируют они не могут её ликвидировать потому что это основа и вот как раз у меня на эту тему и вопрос где прописано что она год хранится и вообще возможно ли её забрать сейчас я вам в личку скину этот документ ага благодарство я как раз там в личку тоже вам хотела кое-что написать но это будет чуть позже потому что у вас нет ужасной темы которые как вы говорите не хотите на общую так сказать смотрите все роддома подчиняются Министерству здравоохранения приказ какой-то номер я не помню Министерство здравоохранения СССР формой 113-ю действующей они по ней выдают справки медицинские судей срождения также они по нём действующий закон я вам скину покажу и почитайте там чётко прописано хранение документов роддома там чё прописано не про справку я вам скину потом почитайте ещё поймёте такой вопрос но именно та же самая справка участвует у нас в этом когда заводят медицинскую карту получается они делают две справки одна у нас справка идёт на медицинскую карту детей до 18 лет вот это наши толстые тома а вторая справка как раз таки идёт получается в ЗАГС так что мешает дёрнуть эту справку это сейчас у них закон таки что карта передаётся из рук в руки опять же вы можете сделать выписку из этой карты и также её сфотографировать а вообще по хорошему как я те анализы которые мне были нужны я прям у заведующего вырвала из карты и сказала я их делала платно это моё также и эту справку на ребёнка можно забрать если это собственность их получается не одна а две давайте я вам малину кое-то объясню вам нужно было забирать не справку а медицинскому само свидетельство о рождении справка медицинское рождение и само медицинское рождение это два разных документа это разные документы что такое слово справка но возможно ли на основании выписки допустим той или иной да сделать документ чтобы повернуть этот момент так сказать вспять опять же для тех людей у которых там не прошёл ещё допустим этот год либо когда дети ещё не достигли 18 лет вообще есть ли вариант какой-то вернуть это всё в обратную сторону кстати я вам ещё раз объясняю есть медицинская карта матери это не то она 25 лет хранится а есть три журнала три журнала запросите выписку по трёх журналам выписку где это запрашивают в роддоме в роддоме в роддоме есть журналы они хранятся 50 лет эти журналы если их нет то вам должны дать выписку акты уничтожения этих журналов обязательно должны быть акты уничтожения этих журналов то есть я еду образно говоря завтра в роддом пишу заявление на имя заведующей того отделения где соответственно я а как подождите подождите там есть архивариус архивариус не на заведующее отделение никакого отношения к этим журналам не имеет там есть архивариус он ведет записи это называют юристы где в роддомах есть юристы или секретарей или секретарь или канцелярия это есть архивариус сама заведующая даже не думайте подходить она вам не нужна поняла то есть я бы ездила сюда в архивариус подождите и пишите выписку мне по трем журналам первую выписку что мать находилась в роддоме это первый должны вам дать выписку со второго журнала выписка что дитё находилось родилось именно в роддоме что дитя родилось в роддоме они обязательно фиксируют и третий журнал это свидетели акушеры которые принимали роды хорошо а у меня такая ситуация у меня были партнерские роды и у меня свидетель причём пуповину ребёнку перерезал муж потому что я так поругалась этими акушерами что они уже так посмотрели на мою ложу и сказали типа мол будешь перерезать пуповину он сказал а почему бы и нет то есть у меня там был ещё и муж и ещё кое-что объясню свидетелей не бывает бывает только очевидец запомните ваш муж был очевидцем очевидец был вы начали сделать запрос по трем журналам посмотрите что вам пришлют если вам пришлют я вам потом расскажу что вам дальше делать хорошо договорить благодарствую вас за ответ тогда в личке ещё по факту данных вопросов там мы уже немножко любое не забывайте ещё справка медицинское рождение и медицинское цели рождение это разные документы когда матери в роддоме дают справку медицинское рождение это обман они уже там прописывают и о ребёнка фамилия милучшего ребёнка хотя мать ещё ничего не давала ни имени ни отчества нет а если я вам скину медицинское свидетельство рождение как она выглядит вот эту бумажку по закону стационара с роддома где там не было должны выдать на руки матери медицинское свидетельство рождение было три штуки три как они выглядят допустим я вам скину не образец а форму подождите алена будь добра пожалуйста наберись терпения все рассказывает по полочкам по порядку ты со ступеньки на ступеньку прыгаешь установись пожалуйста я расскажу какие документы должны были дать после когда мать выписывается стационар ей должны дать на руки медицинское свидетельство о рождении такая бумага это не справка справки прописано уже у ребенка они уже создали ребенка и говорят матери а теперь пойди вот этот аккаунт и отдай ЗАГС о медицинском свидетельстве рождения нет ни имени ни отчества ничего нет вообще нет ее вообще нет там есть слово ребенок нет ребенок есть но ни имени ни отчества ни фамилии нет вообще ну понятно нету персоны есть ребенок есть только ребенок все больше ничего нету а кто а кто этого уже ребенка создал А её создают от этого ребёнка уже где? В ярохе. Справки медицинскому её создают уже этого ребёнка. Её уже отдают не тот документ, который должен был. Получается, его принимать нельзя? Вот, да, всё, нет. Там можно было принять его, но не надо было отдавать его вообще в роддоме. Эту справку не надо было отдавать его вообще. И просто надо было просто показать, снять копию, отдать копию и сказать, вот вам копия, оригинал у меня. А через копию идти не можно. А теперь создавайте актовую запись, и я буду им управлять. И ты управляешь актовой записью. Поэтому вот почему я говорю, сейчас я вам скину. Медицинскую справку, как она выглядит, её восстановить легко. Легко. Твой дух, не трать, пожалуйста, время прямого эфира. 62 участника. Я понял, понял. В крайнем случае, есть интернет, любой поисковик, вбиваешь медицинская справка о рождении, и всё это показывается. Всё это в интернете можно найти сомнение. Потому что есть такие варианты, когда закрыт роддом. Что в таком случае делать? Мне даже муж просит спросить, а если роддом закрыт? Архивариус, канцелярия, архив. Ну, уже не слышишь, записи послушаешь. Ну, всё по полочкам разложили. Одни и те же вопросы. Тут другие люди есть, меня тоже ждут. Ален, будь внимательнее, пожалуйста. Миссием, ты тянул руку, говорит. Друзья, я вот ещё одно это узнал давно уже, что это медицинское свидетельство о рождении относили, ну, были моменты, люди делали так, и относились сначала нотариусу, и копию только отдавали. И вот это живой дух правильно это вот рассказал, это подтверждённо. И цыгане так тоже делают. Тут у нас такие моменты. И им выплачивают тоже там какие-то суммы, но они такие, как всем смертным как-то. Но не в этом дело. Вот я подтвердить хотел то, что он сказал. Насчёт медицинское свидетельство о рождении не отдавали в руки, а оставляли себе. И также, говорю, есть определённые там, ну, веры там какие-то там, я знаю, там, они это только дают копию, не отдают оригинал. Вот о чём я вам благодарствую. И ещё одно, живой дух, это, если можно, и мне там, медицинское свидетельство о рождении, и как правильно всё это сделать. Я вообще, у меня давно это в душе. Подожди, контакты тут есть. Если умеешь пользоваться телегой, нажмёшь, откроешь общий чат, напишешь в личку. Давай по делу. Ну, по делу, в общем, я вот хотел поделиться тем, что это правильно говорит, и так оно и есть. Нельзя давать ни в коем случае. Я вот присутствовал в природах своих детей, и я относил эти медицинские свидетельства о рождении, живорождении. И вот я сейчас думаю, как мне правильно их брать, но забрать, чтобы они мне вернули, моим детям. Вот я благодарствую за, если мне кто-то даст подсказки, благодарю от чистого сердца. Всего доброго. Живой дух. У тебя есть, что ответить? Да у меня есть, что ответить. Восстанови её заново. Заново восстанови его. Скачай. И ещё, кстати, забыл, когда скачаете формулу 113, СССР, Министерство здравоохранения, в то время всем, где по ним выдавались, ну, вот эти все, она одна для всех. Там будет стоять подпись, замеса подписи. Сходите в ваш главпочтамп и купите медицинскую марку. Наклейте замеса печати, наклейте туда медицинскую марку. Это будет как медицинская подпись. Любая марка заменяет медицинская, заменяет любую печать любого укреждения медицинского. Заново, пускай восстановит медицинская, которая отдаст службу и всё. Народ руки тянет. Роман, говори. Пускай вопрос задаю. Что там я буду слушать и отвечать? Да, не забывай, пожалуйста, микрофон отключить. Роман, будешь говорить, нет? Да, если возможно. У меня есть такой вопрос. Просто слушайте. Как вы считаете? Что первое? Подожди, что со звуком? Ты через что говоришь? Что у вас со звуком вообще у всех происходит? Почему у вас постоянно какие-то шумы, какие-то помехи, и ты вообще через какой-то рупор издалека говоришь, через трубу? Я просто в дороге, поэтому, возможно, связь теряется. Вопрос такой. Отлично, отлично, Герой. Вопрос такой. Что первичнее? Справка, выданная на уже ребёнка, либо бирочка, повешенная на ручку дитя, когда она рождается? Вообще-то, я отвечу на твой вопрос. Сама возьмите медицинское свидетельство о рождении, а не справка. И почему его никому из матерей на руки не дают? Вопрос в другом заключался. Он про медицинское свидетельство о рождении вообще не говорил. Он сказал, спросил про справку и про бирку на руке. Всё правильно. Про справку медицинскую он говорил. Про медицинскую. А есть бирочка, на которой накроечки. Это бирочка. Но самое главное, это именно медицинское свидетельство о рождении. Пока дитя не жит, они уже подготовили всё. Вот она самая главная, которую потом при выписке стационара не дают на руки матери. И не дают её специально. Это мы услышали. Услышь вопрос, пожалуйста. Мы тебя услышали. Самый важный верхний, самый белый. Первый документ – это медицинское свидетельство о рождении. Он задал про два других, про две другие вещи. Это справка медицинская и бирка на руке. Что из них важнее? Что на втором, что на третьем месте? Нет, ничего не важнее. Самое важное – это медицинское свидетельство о рождении. Самое важнее. Всё, я ответил на вопрос. Благодарство. Роман, есть вопросы? Ну, у меня не то чтобы вопрос. Я просто много думал об этом и с людьми советовался. И вот мы пришли к там кому выводу, что всё-таки первично, что вешает, определяет рождение, появление на свет дитя, как живой дух, появившийся в теле. Это всё-таки пир, во всяком случае, в нашем мире. Это бирочка, которая вешает на ручку. Вот сначала вешает её после появления, а потом уже появляются все остальные бумажные носители, написанные рукой любого другого существа, человека, сущности. А первично сначала вешают вот эту бирочку на руку, а в конце жизни это завершается повешиванием бирочки на ногу вместе окончательной регистрации граждан. Ты не задумывался, почему бирку потом перевешивают на ногу, как будто это труп? Обычно трупом на ногу вешают. И бирка тут вообще ни при чём. Бирка это у них внутренний статус, внутренний оборот. Я знаю людей, которые... У кого микрофон включен? Отключите, пожалуйста. Я знаю людей, которые родились вообще тут, вот у нас антемансийский автономный округ рождается в чумах и только через месяц, там через два, когда льды растают, когда можно добраться до городов, везут ребёнка и там уже вот это всё происходит и без всяких бирок. Потому что смысл вешать бирку, если место рождения совершенно другое. Бирка тут вообще ни при чём. Наоборот, если на ногу перевешивают, это вот обычно трупом на большой палец бирку вешают. Ноги. Ну вот мне важно было и ваше мнение, услышать по этому поводу, потому что пока никто не может дать чёткого определения, насколько она важна вообще, эта бирка. Но первично она вешается. Я тебе, исходя из логики, исходя из своих знаний, у вас, вы скорее всего, ты говоришь мы, вот вы скорее всего находитесь в городе и имеете дело только с роддомами. А вы забыли про общины, про естественные роды и про тех, которые рождают в отдалённых местах. от цивилизации. Вы про это забыли почему-то. Да, это присуще только роддомам, которые рожают на семейных родах, дома, в общинах, те, да, не вешают бирку. Ты в этом абсолютно прав, Антон. Я тут с тобой согласен. ответ на твой вопрос. Чистая логика. Так, у тебя все вопросы? Благодарствую. Ну, пока, да. Благодарствую. Отключаем микрофон, кто у нас там следующий. Николай, разрешил, говори. Николай. Здравия, живая. Друзья, у меня не отвечает чат, я пытался живому духу написать, но не отвечает чат, потому что там как бы запрещено тем, кто не в моем списке. Это первое. И второй вопрос. Мне больше 50, и если эти журналы уже, скажем так, списали, где я смогу что-то восстановить и каким образом это все вернуть. Точно так же делаю копию этой справки и делаю беззапрос, да, или как? Благодарю. Какая справка? Тебе говорили про медицинское свидетельство о рождении. Ты его имел в виду? Да, да. Вот эту форму я имею в виду. Форму распечатываю, к ним иду, или каким образом мне поступить. Мне больше 50. Формы разные, формы разные бывают. Назови название документа. Медицинское свидетельство о рождении. Речь о нем. Вот так. Вот так. Баполиш конкретики, пожалуйста. Живой дух. Есть что ответить? Да, есть что ответить. Вот поэтому я говорю, сделаю в запросе. Сделаю предель в ЗАГСе, ой, в роддом. Сделаю запрос по трём журналам. Если выписки нет по журналам, журналам нету, они обязаны тебе предоставить акт утилизации этих журналов. Акты. Если нет журналов, должны быть акты. хорошо, говоришь, если вот тебе дали акты, что журналам нету, теперь говоришь, а теперь будем заново рождаться у вас. У вас приночишь медицинское свидетельство, рождение скачиваешь, замеряешь, приходишь в канцелярию у них, делаешь три экземпляра, три, одно отдаёшь им, на моём уходящую должны поставить печать секретаршу, слово секрет, она секрет, она канцлера, она тоже артевариус имеет доту, вот, и она тебе замерит. А вместо подписи, марочку приклеишь, так, и сейчас скажешь, вот, вот ты восстановил медицинское свидетельство рождение, ты восстановил его, а потом приходишь в ЗАГС, только копию снимаешь и говоришь, а теперь актовую запись назад, сюда, а там не написано фамилия, не отец медицинское, это и есть самый высший документ, это называется по праву почвы и крови, вот я вот сколько раз рассказываю, ни один документ, то высший, после неё апп, ещё есть документ, удостоверяющий личность, ещё можно сделать, это сама актовая запись, но если вам дадут её, если вам сделать терракопию актовой записи и поставить печать ЗАГС, и даст вам копию, это будет документ, удостоверяющая личность, это высший любого документа, любого паспорта, любого, чего хочешь, вот почему актовую запись, когда вы пытаетесь ознакомиться, здесь на терракопию, чтобы они ещё заверили и передать вам должны по акту передач, запомните, по акту, не просто так, на, держите, и вот всё, распишитесь, нет, акт где? Вы сдаёте что-то в ЗАГСе, или вам в роддоме что-то дают, должно быть по акту, всё должно отдаваться, приниматься только по акту, что-то теперь я ответил. Благодарю, мне, значит, дали с, значит, копию свидетельства рождений и справку, справку о актовой записи, это не то, я правильно понял, надо именно копию, так? сама актовая запись, не надо справку об актовой, саму актовую запись, пускай сделают вчера копию и заверят её печатью. Подожди, подожди, просто человек, у него слишком мало знаний, он не знает, что такое актовая запись. Выключи, пожалуйста, микрофон. Актовая запись это журнал, это такой здоровенный журнал, где определенными надписями, определенной формой он строгой отчетности, самой строгой отчетности. И его очень редко кому показывают оригинал актовой записи. Они обычно ссылаются, что там другие, чужие персональные данные, но некоторым показывают. И вот если тебе удастся хотя бы увидеть его, требуй снять копию заверенную надлежащим образом. Так точно, я видел этот журнал, эту актовую запись, только не знал, что надо взять копию. Мне выписку дали, а копию не дали. Благодарю, я теперь понял. И еще прошу живой дух, напишите мне, потому что я вам пытаюсь написать сейчас, не получается, не проходит. Благодарю. Молодец, научился конкретики. А то вначале озвучил проблему, но не проявил волю, а сейчас проявил. Благодарствую. Подожди, не, кто, Николай, кто сейчас недавно говорил? Николай, Николай Дегтярюк. Еще, все, все. Николай, у тебя все? Да, все, благодарю. Так, Алена, тянет руку. Алена, говори. Да, вот смотрите, какая ситуация. Я пробовала истребовать эту запись, соответственно, первичную, на что мне был отказ. В связи с тем, что сейчас актовую запись, копию актовой записи можно получить только в рамках судебного дела производства, либо милиция должна истребовать эту первичную актовую запись в копиях. Так просто, они ее не дают. Они именно делают справку по форме 4П как раз-таки о живорождении и все оттуда выписывают. Вот мне тоже интересно, может быть, как-то возможно обойти вот это вот все, не прибегая к судам? Подожди, Алена, Алена, подожди, остановись. Опять же, возвращаемся к принципам самостоятельной правозащиты. На любую их хотелку не можем, не хотим, а у нас теперь вот так, а у нас теперь вот так вот. Сошлитесь на норму права, предоставьте нормативно-правовой акт, который регламентирует ваши действия. Правовую основу покажите. Они, может, от себя чину придумали, сказки тебе рассказывают, а ты уши развесила. Короче, нужен письменный отказ и уже на основании этого отказа взаимодействия. Сначала устный отказ на основании такого-то нормативного правового акта. Сошлитесь на норму права. Не можете сослаться на норму права, значит, это ваше личное мнение. Я усматриваю признаки статья 10 закона 273 ПЗ коррупционная составляющая. Вы высказываете свое мнение, пытаетесь ввести меня в заблуждение. Преувышайте должностные полномочия. Я усматриваю такие признаки таких преступлений. Будем вызывать полицию? Будем фиксировать? Или вы сошлетесь на норму права? Давайте мне письменный отказ со ссылкой на норму права. Фиксируешь все на аудио и на видео. Все, поняла. Благодарствую. Так, МИ-7. Подожди, тут принц не на это тянул руку. Так, принц, говори. Принц, принц, говори. А, меня слышно? Доброго дня. Плохо слышно, из-за лекарств. Сделай что-нибудь. Эхо. Порохну, я вернусь. Добро, ждем. МИ-7 тянет руку. Говори. Друзья, я тоже давал запрос, чтобы дали мне копии актов записи. Они меня просто игнорировали. Ну, всякие законы там, что я не, ну, мне нельзя. Я вот сейчас тоже вот это вот, вот Алена поднял тему эту. И я сейчас поднимаю эту тему. Нужно быть правильно у каждого идти к каждой стране по-своему. Это вот у них свои законы. Но вот я хочу правильно все это тоже затребовать, и чтобы они мне вернули. Подожди. Основы самостоятельной правозащиты, они везде одинаковые. Абсолютно такой же диалог. Сошлитесь на норму права. Сначала устно, потом письменно. письменный ответ получил, уже письменный можно обжаловать и в прокуратуру, и в суд, и защищать, то есть обжаловать этот ответ. Добиться через суд, по крайней мере. Да, у меня есть это, я сказал сразу мне копию, выдать. 20-го. Что есть? Подожди, подожди, подожди. Ну, ты опять говоришь, у меня есть. Что у тебя есть? Выдать копию чего? Актовые записи. И они мне дали ответ, я вот с правоохранительными органами там общался. Тут тоже надо будет дать правильно тоже, чтобы они, чтобы я присутствовал, ознакомился с этой записи и копию мне, чтобы выдали. И тоже вот сейчас немаловажно это тоже, чтобы подопись и печать, что было. Тоже вот это сейчас благодарствую за это, что тоже информация немаловажная, это очень важно было. Благодарствую. Благодарствую. Еще есть желающие позадавать вопрос? Да, я здесь. Живой дух чуть-чуть подправлю. Не у всех на этой планете есть родители, кто-то есть клоны, учитывая, что мы здесь не первые технологии у многих остались. это раз. Второе, Антон, разбань меня пожалуйста в своих чатах. И третье, чтобы получить доступ к актовой записи, иногда приходится обращаться в суд, потому что это приравнено в госстайне, насколько я знаю. Благодарствую. В любом случае, по принципу самостоятельной правозащиты, я вам подсказал механизмы, через которые можно добиться реализации своих прав. В соответствии с частью второй статьи 24 Конституции Российской Федерации любое должностное лицо обязано предоставить сведения, касающиеся вашей персоной. Используйте, умейте применять свои права, которые гарантированы Конституцией. Ссылайтесь на Конституцию, я не знаю, там крутите, вертите, уходите в естественное право, по-человечески, по-всякому, учитесь. По поводу блокировки напиши в личку, так, либо напомни как-то, я не знаю, сейчас я сам напишу, напомни завтра, пожалуйста. Добро. Миссин говорит, он, это, это, у меня тоже блокировка, это вот, сними, пожалуйста. Добро, сейчас напишу. Так, мужчина Валера хочет сговорить. Слушаем. Всем доброго времени суток. Вот хотел спросить, а стоит ли основываться на проекты Конституции, может быть, все-таки основываться на божественные, естественные, позитивные права, потому что проект Конституции... Я же ответил на этот вопрос, я же сказал, крутите, вертите, как хотите. Ну, естественно, лучше зайти с божественного права, потом статус человека, потом мужчины, потом уже скатываться в эту Конституцию. Ну, лучше на верхнем уровне все решить. Благодарю. Вопросы еще есть, если нету, то завершаем эфир, уже 4 часа общаемся. Если вопросов Рома тянет, говори, Ром. Мне можно говорить? Не-не, там Рома хочет задать вопрос. Роман, говори. Роман, включи микрофон и говори. Слышишь? Сейчас хорошо слышно? Слышно, отлично говори. связь такая. Тебе и твоим зачатом всем хочу выразить благодарность большую за то, что вы сидеваете очень много информации полезной и отсюда подчерпываю. Это и есть наверное настоящее объединение. Благодарствую всем. Хорошего всем здравия. Взаимно благодарствую. Давайте вопросы, пока есть такая возможность. Так, Наталья пришла. Так, так, так. Наташ, советую тебе выйти из чата и зайти под Наталья Рыбкина аккаунтом, чтобы никто не видел твой аккаунт настоящий. Когда ты заходишь в чат, он тебе предлагает зайти под аккаунтом. Выбери, пожалуйста, Наталья Рыбкина, чтобы никто не видел твой настоящий аккаунт. Так, руки у нас тянут. Николай что-то добавить хочет. Говори, Николай. Присоединяюсь к Роману. Благодарю вас за разъяснение, за работу вашу так держать. Не работаю, работаю от слова раб. Труд. Труд. Поддерживаю. Не признавай свою вину, ты не в суде и не под следствием. Принял. Анна С. Говори. Анна С. Простите, не разобралась с настройкой. Добрый вечер. Благодарю. Огромное спасибо за все, что я сегодня услышала. Это было потрясение для меня, так скажем. Я впервые к вам присоединилась. Небольшая просьба. Я правильно понимаю, что лучше завести второй аккаунт и можно ли, если можно, со своего как-то разблокировать, если это есть. Я просто не очень разбираюсь в настройках, если это возможно. Или тут какой-то испытательный срок существует, или каким образом с вами можно общаться. Спасибо. Уточни, пожалуйста, про какие аккаунты говоришь. Про аккаунты Телеграмы или в аккаунты в ЗАГСе? Я говорю про Телеграм, потому что вы сейчас комментировали у кого-то из участников и вот сказали, что нужно сменить человеку аккаунт. Я совершенно новый человек сегодня, только впервые с вами. Нет, это к тебе не относится, это совсем другое. Есть еще вопросы? Хорошо, благодарю. Нет, больше вопросов нет, спасибо. Владимир давно тянул руку, слушаем. Так у меня уже рука болит. Вопрос такой, создать дополнительный аккаунт в ЗАГСе, как вы на это смотрите и как это будет работать? Ну, давайте проясним насчет этого. Смотрите, аккаунт, который создан, заявитель была мать, мать, слайда и лоб аккаунт. Вот, ЗАГС что сделал? Вы также можете аннулировать этот аккаунт, создать свой новый аккаунт в ЗАГСе. Но для этого вы должны что сделать? Для начала вы должны провести аудит-проверку актовой записи. Обязательно должна быть аудит-проверка. У них аудит есть специально для этого. Потом вы уже пишете заявление, приносите готовые заявления о создании новой актовой записи. Новой. Издаете все это по акту передач. Не забывайте. А то большинство приходит и вам говорят, вот журнальчик распишитесь. Это не журнал, когда вы в ЗАГСе расписываете и за что-то получаете. Справку формы четвертой это не просто журнал. Это журнал акта. Акта. Когда вы получаете медицинское свидетельство рождения, вам почему вы спешите здесь, чтобы вы получили. А передача где вот так вот ЗАГС вам не отдает права. Вам не отдает права. Почему? они знали. А по акту, хотя написано запись акта гражданского состояния. Все должно передаваться только по акту. Подожди, вопрос не в этом. Вопрос в том, что можно ли создать параллельную переселку? Нет, нет, нельзя создать вторую актовую запись существовала вообще та. Та или должна быть аннулирована? Актовая запись создается Антон один раз на всю жизнь. Больше она никогда не создается. Или она аннулируется, но создается новая. Это тебе не аккаунты. Это тебе не свидетельство рождения, военный билет или паспорт, или там счет банки. Нет. Актовая запись она одна. А ты же говорил, что через 50 лет если уничтожено медицинское свидетельство рождения? Это нет, ты не понял. Это уничтожено. Подожди, дать вопрос полностью. Ты же говорил, что через 50 лет уничтожаются журналы с медицинским свидетельством рождения, вот эти именно журналы. Ты говорил, будем рождаться заново, то есть можно родиться заново. в роддоме. В роддоме журналы 50 лет, а актовая запись, книга 100 лет хранения. 100 лет хранения. А если человеку 101 год? За новую откроют, новую, актовую запись откроют, да, только без его заявления, если ему будет 101 год. А медицинское свидетельство о рождении, как оно будет, оно опять новое получится? Нет, смотри, когда получают еще раз, когда будут восстанавливать медицинское свидетельство рождения, восстановят, там есть такое слово дата выдачи. Дату выдачи нельзя прописывать прошлым днем. Тем днем, когда ты родился, нельзя писать эту дату выдачи, прописывайте сегодняшним днем. Это называется перерождение. Не забывай, помнишь, что тебе говорит, что душа, тело может перерождаться. Как и душа, так и тело перерождается. Когда душа покидает тело, она входит в другое тело. И это тело заново также рождается вместе с душою. И об этом говорит дата выдачи. И когда ты прописываешь медицинскую дату выдачи, например, 13-11 2023 года, и они ставят штамп канцелярии входящий, что принято, и заново переродился. Все. Теперь ты же понял, кто третий раз тебя умертвляет, кто третий раз умертвляет нас, ЗАГС. Большинство не понимают, что нельзя в ЗАГСе получать гражданина. Гражданин это умертвленный. Кто третий раз тебя умертвляет, первый раз ты в животе, второй раз три раза весь народ умертвили, второй раз, когда ты в животе был, и третий раз тебя кто умертвляет, ЗАГС. Третий раз умертвленный, никогда не может стать живым. Знаешь, это прекрасно, но можно быть умертвленным два раза, но третий раз не будет, это надо переродиться. Вот именно медицинское свидетельство рождения дает перерождение именно дата выдачи, дата выдачи, и они ставят штампи к тебе, что приняли, подтверждают, что ты заново переродилась в роддоме, хотя тебе будут пускать 50-60 лет. Это душа переродилась в теле, и все. И ты приходишь потом из ЗАГСа отдаешь копию, говоришь, ведь дата выдачи какая, они и сразу понимают, все. И ты аннулируешь ту актовую запись, которую мама заявляла, а теперь будем создавать новую. Или оставляешь ту старую, но забираешь ее в управление. Чтобы забрать в управление, я тебе скинул документы, что должно при этом еще быть. Все. И тут уже в ЗАГС ничего не сделают, никакой суд ничего не помогут. Не надо ни в суды, ни в УВД, ничего. Потому что там ваша мать принесла, когда мать в справке медицинской написана фамилия, имя, отчество, она принесла ваше авторское право. Мать не имеет права распоряжаться вашим авторским правом. Она вообще не имеет права идти даже в роддом что-то исправдать и открывать, заявлять об актовой записи. Она вообще не имеет права. Почему? Потому что это не ее авторское право, это ваше. День, месяц и год ваши инциалы все-таки это ваша, не матери. Матери есть свое. Мать делает преступление, продает вам систему, продает вас систему не через актовую запись. Актовая запись дает только вам обеспечение. Обеспечение вам дает полное. И сейчас если бы не было свидетельства рождения, которое у вас на руках, не было под дачу документов, вы бы сейчас были обеспечены, мама не горит. Но вас не обеспечивают, потому что вы в статусе кого? Гражданина. Кому они доказывали, гражданин ЗАГСовский с 1-й рождения перешел в УВД. Он пошел везде. Везде пошел. Все. Не будет этого гражданина, останется только статус ребенка. Ребенка только государство обеспечивает. Только ребенка. Он не гражданин. Подожди, повторяешься уже по третьему кругу. Пускай хоть Антон, неважно сколько повторяешься, но люди понимали, знают об этом. Мы тратим общее время умножаем на 55 участников. Пишется запись, запись будет доступна для всех. Переслушают хоть сто раз. Это их индивидуальное время. Сейчас мы тратим время. Я тебе напоминаю, что мы разговариваем в общем чате. Задаменяют вот так жестко реагирую, но я вынужден, потому что это реально утомляет. Общее время тратится. Наталья, подожди, подожди. Ты что-то хотел добавить? Это кому был вопрос? Не Аладдину, конечно. Живому духу. Такой мультик, как говорят, лучше год потерять, но за один день долететь. Мультик помнишь советский? Это было сказано, когда не было ни аудио, видео. Вообще этот мультик со смыслом. Да я знаю, что он со смыслом, но он смыслом 70-х годов, когда не было ни аудио, ни видео, диктофонов. Не было возможности записать и воспроизвести. а сейчас это есть все. Учитывая разницу во времени и технологии. Давайте задам еще один вопрос, поругайтесь потом. То есть, я насколько понял, недостаточно поменять, в кавычках говоря, логин и пароль? Да, ключ поменять и все. Во-первых, вопрос задан неясно, некорректно. Во-вторых, ответ на этот вопрос опять же не в ту степень. Антон, вопрос, пожалуйста. Он четко сказал, логин и пароль это и есть название актовой записи. Это фамилия и имя отчества. Он просто так тебе сказал, аккаунт поменять. Ну, так надо точно уточнять конкретные слова. Каждый понимает свое мерам понимания, что такое логин и пароль. Многие вообще не знают, что такое логин. Правильно задавайте вопросы. Живой Дух правильно понял меня. Благодарю. Да он-то тебя правильно понял. Я тебе еще раз говорю, тут 57 участников, плюс будут записи слушать. Учитывайте мнение других общества, а не только себя и собеседника. Я вам говорю об общих задачах, а вы в индивидуальные скатываетесь. Так, Аладин, у тебя все? Если можно будет, я Живому Духу там личку задам некий вопрос, если там против не будет, конечно. Просто тут афишировать особо не стоит. На этом все? Я закончил. Вот ответ от Живой Дух. Наталья, говори. Слышно, говорю, Антон, смотри, я всех приветствую. Хотел аж добавить то, что сказал Живой Дух. Все верно, но вы учитывайте, вот смотри, почему все недееспособные свидетельства, да, вот правильно он говорит, не имели права, потому что мы еще были маленькие, ну как по возрасту, да, мы не могли сами ничего. Совершеннолетние когда становятся 18 лет и в 21, ну в некоторых случаях. Так вот смотрите, паспорта в СССР получали в 16, недееспособные, сейчас более недееспособные, в 14 лет. Вот, поэтому нужно еще, что вы стали совершеннолетние и можете сами управлять своей актовой записью, а то, что он сказал акты приема передачи, это точно, это и паспорта надо получать, вот я им тоже предложила, они говорят, ху, они не заставляют, хочешь получить, я говорю, ну по приему, акту приема передачи, ты знаешь, как они там заикаться начали, а у нас такого нет, я говорю, будет, я хочу по акту приема передачи, сдавать надо документы по акту приема передачи, но надо знать, что сдаете, куда возвращаете, и то, что вот он сказал актовая запись одна на всю жизнь, это точно, мне даже в ЗАГСе сказали, ты можешь что хочешь менять, записи эти, свидетельства, повторные, но, вот даже мы, кто в республиках родился, они говорят, вот ты можешь переезжать куда угодно, но актовая запись, где ты родился, она там и будет действовать, и она одна, не важно, что вы там меняете, это я в ЗАГСе уже уточнила, это точно, поэтому как-то надо становиться совершеннолетними, ну, там в некоторых случаях, даже в любом законодательстве, есть 18 лет, а в некоторых 21 год, ну, при каких-то там, при разных случаях, ну, 21 год, я думаю, это как раз три раза по семь, почему по семь, это, вот как он говорит, трижды умершненный, и почему каждые семь лет по двойному учету идет золото, переклемение, клемят золото, вот это родовое, по двойному учету, причем, вот это как-то надо еще разбираться, да, вот, ну, я просто начала не слышала живого духа, вот если с ним в личке пообщаться, я бы, конечно, что-то дополнила, что бы почерпнула, потому что я просто только зашла, я не знала, что идет в чат, я бы, конечно, добавила сначала, и кто еще что говорил? Подожди, подожди, потом записи переслушаю, я хочу добавить, что три по семь лет, это вот, скорее всего, ну, видел статьи научные, что организм человека каждые семь лет обновляются, полностью все клетки. Обновление, но ты не забывай, это точно, вот золото, почему дитя взвешивают, и когда в зад, всегда там на столько веса ребенка кладется столько на счет золота, потом ребенка зачем взвешивают, рост измеряют, золото прибавляется, растет, и то, что идет по двойному учету, ставка, либо ставка МДС, и даже банк публикует, это точно, как дальше, ну, именно клемят М1 золото белое, не вот это вот, которое добывают, а белое, это наша энергия, ну, как, чем они, мы же своей энергией все уплачиваем, вот это и есть М1 золото, как называется, родовой, кто как его называет, это совсем другое, просто народ, не каждый понимает, что это, и кто как, кто активы ищет, кто что, они нас активом сделали, понимаешь, там, конечно, кое-что я и не разглашаю, как бы, не потому, что боюсь, нет, просто народ у нас еще начальной стадии знаний не усвоил, и они забывают то, что надо сделать, и лезут наверх, а получается то, поэтому я много чего не говорю, то, что знаю, и то, что проверено, сама-то я делаю, а, либо это не всем, вот с живым духом я бы поговорила, библички, если он не против, контакты, он слушает еще. Наталья, помнишь, Вера Михайловна такой, с кем ты общалась, помнишь, за столом, когда я сидел, тебе говорил, что я, вот, домах знаю, намного, домах. Подожди, подожди, какая Вера Михайловна, и за каким столом мы сидели? Я говорю, я сидел с Верой Михайловной, за столом, она тебе звонила по телефону, это было с Воронежа, с Константин Александрович, помнишь? А, ну-ну-ну-ну-ну. А я как-то один раз сидел у неба на квартире, ну, и на кухне... Подожди, подожди, живой дух, от тебя Рома, да, по-моему? А, да, теперь, теперь ты, помнишь, я тебе сказал, когда ты начнешь понимать истину, все, что ты вокруг ковыряешь, все вот это... Да не надо мне, Ром, давай не будем, то, что ты ковыряешь... Подожди, подожди, ты можешь слушать? Не перебивай, пожалуйста, тебя слушали все. Так, народ, на правах хозяина чата выключил вам обоим микрофон. Пожалуйста, вот эти все терки, перекрикивания, пожалуйста, в личку, контактами обменяйтесь. Я еще раз прошу учитывать, что 57 участников, это общественный чат. не надо вот эти индивидуальные терки выносить в общественно-правовое поле. В личку, пожалуйста. Наталья, если у тебя еще остались вопросы, подними, пожалуйста, руку. Пусть Наталья мне что-то в личку напишет. Я, потому что не один на день пообщаюсь. Я уже озвучил решение этого вопроса. Не надо его еще раз обсуждать. Не надо время тратить общественность. Мужчина Валера хочет сказать. Говори, Валера. Я вот хочу уточнить. Вот он все время живой дух говорит дата, дата, дата. Это же самое низшее слово в позитивном праве, в канонах. И ребенок, это же тоже как и человек среднего рода. Это неправильно. Это ложное направление. У живых день рождения, число, месяц, лето, прописью, красным, зеленым цветом, чернила. А дата – это создание бумажного персона, человечества. Пеппер, человечка. Никто сообщается общая, доступная, ясная всем информация. Никто тебе не мешает слово дата заменить на день рождения. Это раз. На день, месяц такого-то года или там СМХ, как хочешь, так и крути. Дело твое. Второе. По поводу ребенка. Никто тебе не мешает слово ребенок заменить на мальчик или на девочку. Опять же, то же самое. Вольному воля. Как хочешь, так и трактуй. Самое определение. Я видел медицинское свидетельство о рождении, как в некоторых написано родился ребенок, пол мужской. Видел, где написано ребенок, пол муж. Точка. Видел медицинское свидетельство о рождении, тот же самый документ, только написано родилось, по-моему, даже дитя было написано. Или, я не помню точно, но было слово мальчик точно. То есть, получайте те бумаги, которые совпадают с вашим мировоззрением, с вашим уровнем знания и осознания. И, пожалуйста, ответил на вопрос? Ну, в принципе, да, я просто хотел, чтобы, если уж так люди хотят понять эту тему, то нужно убирать ложные слова, типа, даты, ребенок, объяснение, обращение, которое используется только с вещами. Вот такие слова надо как бы где-то, ну, я думаю, в нашей беседе вообще не должны быть использоваться. У нас должно быть именно все, как должно быть. Подожди, подожди, Валера, здесь другая ситуация. Здесь, как сказать, учителя из университета пришли в школу, преподают, и чтобы ученики осознавали, о чем вообще речь идет, и используются язык школы. Ясно? Да, ясно, но смысл-то, зачем вводить заблуждение, когда нужно сказать, вот, дважды два, четыре, а не так, что приблизительно восемь. Антон, да, я ему объясню, чтобы он немножко понял. Ты, наверное, так не объяснишь. Запомни, Валера, обеспечивают ребенка, обеспечивают, и до сих пор тебя обеспечивают, как ребенка, все полное обеспечение, не может быть никак. На бумажных носителях только обеспечивают ребенка, но этот ребенок, ты управляешь этим ребенком, но ты дитя. Это разные вещи. Ты не путай, никогда не можешь, еще раз говорю, есть университет. Это ребенок, ребенник, рабник, рабник. его обеспечивают. Как же ты не можешь понять? Его обеспечивают. Не можешь понять, не различаешь, ты полный, не различаешь от рода. Я знаю, что такое род, я знаю, что такое дитя. Ты мне, не надо мне вот эти слова, я тебе рассказываю, что данный момент, с момента рождения твоего, твоего момента рождения по сей день, идет полное обеспечение у меня день рождения, а у персоны дата... Валера, Валера, ты послушай, что я тебе говорю. Перебивай. Я тебе еще раз говорю, у меня день рождения, число, месяц, нет прописи, а у персоны дата создания документа, место швартовки, парковки, а в инфекции стоит. Еще раз говорю, когда актовая запись создана, она еще не в порту, не в портовке, нет ничего, она еще в порт не перешла, в порт переходит только тогда, когда получает паспорт вот эта персона, получает, тогда она уходит в порт. Канон позитивного права, посмотрите, действие рождения, что такое. Я знаю, что такое позитивное право. Ребенок среднего рода и кем он там признан, рожденный рабов. Еще раз говорю, ты не путай свидетельство рождения с актовой записи, там разное вообще прописано, даже в актовой записи не написано слово гражданин. Я про гражданин не говорю, я тебе говорю про средний род. А свидетельство рождения у тебя там напишут, все что хочет, но обеспечивают и до сих пор по сей день юридически полностью идет обеспечение начинается, даже сейчас, не зависит, сколько это обеспечивают, ребенка, а ты уже вырос, мужик, а у тебя, тебе ничего не дают, ничего, никакого обеспечения, почему? Потому что ты находишься в статусе гражданина. У нас доявительное право, на самом деле воля изъявительная, воля изъявительная, обеспечивают, а ребенок, еще раз повторяю, средний род, так же, как и человек. Я тебе, Валер, расскажу по опыту, уже столько по воле изъявлялись, и того, и сего, и что-то никто ничто не дал, не дал, ни квартиру, ни социальное обеспечение, никто тебе ничего не даст, можешь хоть тамами воли изъявлять, потому что воля изъявляет гражданин, трижды умертвленный. Я себя не отождествляю ни с гражданина, я тебе, блин, я тебе живой мужчину, я вечно живой, дух в теле живого мужчины, день рождения прописью, понимаешь, Валера, я тебе не про тебя говорю, ты живи, я не путаю, еще раз говорю, ты, когда пошел в первый раз в школу, или в детский садик, куда ты пошел, ты какого года рождения, ты куда-то... не гада, а лето рождения. Я говорю, да что ты меня... Ты на современном русском, блядь, говори, как сейчас, многие люди не понимают этого. Язык... Ты на чем, на русском языке разговариваешь? Если ты так... Если ты так будешь... В передней части головы среднего рода лица... Еще раз говорю, если так будешь... Я разговариваю на родной русской речи, славь, ян, инь, славь мужскую и женскую энергию, мальчики и девочки, понимаешь, я разделяю. Валера, если ты вот так вот... Я не объединяю средний род, это если ты средний род, а я... Я не... Своей женский род, разделяю мужскую и женскую энергию. Ты мне что, я говорю, ты что в чат пришел, лечить что ли, или что учить? Тебе говорят про юридические значимые действия, кого... А ты вводишь в заблуждение. Если ты хочешь правду, сходи в администрацию к мэру и скажи, дай мне то-то, то-то, вон семья живет бедно, обеспечит волей земли, и посмотрю, дадут или нет. А тебе вместе с твоим этим пошлют на три буквы. Мне фиску дадут. Тебя посылают, вот ты иди туда, куда тебя посылают. Валера, не рассказывай мне сказку. Твои богом нет посредников, понимаешь? Не рассказывай сказку, Валера. Я говорю, оба. Живой дух второй раз произнес слово на букву Б, вторая буква Л. Мужчина Валера переходит на личность. Обоим отключил микрофон. Вопрос к мужчине Валере. Есть ли эффективная практика? Вот то, о чем же говорит живой дух. Практические результаты, в том числе и выполнение распоряжений, выплаты, обеспечение жильем, водой, светом, газом, там вот это все. По пакету, примерно, по содержанию пакета, бюджет, бюджет одного гражданина. Вот что-то из этого удалось получить, по своим волеизъявлениям, в данном статусе. Ты у меня спрашиваешь? Да, да, да. Пока нет, в процессе еще. Пока я еще персону, еще не вывел полностью персону, не перевел на себя. Благодарствую. Живой дух. Опять же, возвращаемся к практике. Практическое применение текущих знаний есть? Есть результаты? Фактические? Вот это мы говорим. Да, нет. Нет, результаты есть, да. Но не в волеизъявлении, а в правильном управлении своим именно ребенком, учетной записью, ключом. Он мне, вот, глазами так и сказали, мы обеспечиваем ребенка, я намек даю для Валеры, обеспечиваем всегда ребенка, с момента рождения мы обеспечиваем ребенка, но не гражданина. У нас стоит на обеспечении ребенок, полностью все идет на ребенка, а где этот ребенок прописан? В актовой записи. А любое обеспечение имеет только через бумажный носитель. А ты можешь заходить кем хочешь. Хочешь, хоть творцом зайди, неважно. Но обеспечивают, еще раз говорю, не творца, а статус вот этого ребенка. Его обеспечивают. Много случаев, что заходят мужчинами, а выходят в палату номер 6 в виде Наполеона. Так а я что, про что говорю? А он же вообще не понимает. Если он зайдет в администрацию, как он сейчас, как он волей заявил, да, себе, они и так знают, кто зашел. Но если он будет начинать вот так вот говорить, ему сразу поедет, он туда, в Систехат его поедет, лечиться. Сразу говорю, автоматом его сразу вызовут и повезут. Я тебе сто процентов говорю. Так она и будет. Подожди, подожди. Успокойтесь, пожалуйста. Не надо устраивать полемику. Это не чат для разборок. Это чат для получения знаний. Не надо переходить на личности. На индивидуальность, если хотите. Валера, есть что сказать? Отрицаю, отвергаю, отменяю, запрещаю вот эту аферту устную от этого живого духа или кто он там. Запрещаю, отменяю, отвергаю без ущерба, без обороты на меня, на весь мой род. Росглашено мною три раза вслух и вступило во всех четырех мирах. Да будет так, и так есть, и так будет. Вопрос. Вопрос. У тебя практика есть, хождение по судам, камерах, в дурке, бывал ли? В администрацию ходил ли же это, вживую общался? Вживую общаюсь постоянно. С кем? Меня интересует уровень администрации, полиция, приставы, главные начальники, ответственные. Со всеми нормально общаюсь, без ущерба, без обороты. На меня, на весь мой род, между мной и Богом нет посредников в черных рясах, в черных халатах, в черных мантиях и разного цвета халатах. Понимаешь? Нет контракта, нет контракта. Я использую все только для благополучия. Валерий, ты меня слышишь? Я тебя слышу. Судак, бывал? Я сейчас не хочу, не хочу сейчас об этом говорить. Я вот этому живому духу возвращаю все ему обратно, все, что он мне там пожелал, пусть вернется к нему в три раза больше. Ты уже озвучил. Ты еще что-то хочешь возвратить? Я все сказал, что есть мужчина, есть женщина, есть мальчик, есть девочка. Нет никакого среднего рода. Ребенок, это муть, это болото. Вот все, что я хочу сказать. Я тебя услышал. Я тебя услышал. Я услышал твою точку зрения. Меня интересует, есть ли у тебя практический опыт общения с администрацией, с правоохранительными органами, с судами. Ну, ходил я, могу рассказать пример, ходил я в соцзащиту. Не-не-не, меня не интересуют примеры. Меня интересует общая статистика. Сколько задержаний было, были ли вызовы в дурку и сколько раз в суде был. Понимаешь, для того, чтобы взаимодействовать с системой, нужно им что-то там, это, согласиться на их аферты. Если ты не даешь согласия, если ты не идешь на контакты, не отвечаешь на вопросы, то... Это все теория. Меня интересует конкретная статистика. Было или нет? Да, нет, не знаю. Ну, штрафы только. И все. На учете нигде не стою. Я тебя не спрашивал про учет, я тебя спрашивал, вызывали ли дурку. Нет, у меня с ними контакты, нет контракта. И не будет никогда. У них были попытки контакт установить? Да нет, нет. В судах был хоть раз? Нет. Я им звонил, говорю, я не приду на заседание. Они говорят, почему? Вот мы не знаем вам, кто там что-то советует. Я говорю, со мной рядом, кроме Бога, никого нету. С секретарем я разговаривал. То есть приводов в наручниках не было? Не было. Благодарствую. Ты знаешь, что я тебе вот единственное, что я тебе скажу, Валера, не пытайся, ты пытайся воевать системой. Если не надо воевать системой, с ней надо взаимодействовать, но взаимодействовать не так, как ты взаимодействуешь. надо взаимодействовать на благо себя. Подожди, подожди. У него свой путь. Он свой путь определил. Меня интересовал практический опыт. Практического опыта почти нет. Да. Вот я почему говорю, что опыта у него нет, но он говорит, что я там то-то, то-то волей изъявляю. Я поэтому говорю, результат где? Нету. Опыта может у него и есть. И может быть колоссальное общение. Антон, что такое? Подожди, подожди. Тут очень важный момент. Выключи, пожалуйста, микрофон. Я хочу, чтобы все стало ясно. Такое ощущение, что Валерий находится в начале пути. Вот только получил знания и хочет их применить, не осознав. Может, он их и осознал, вот у него четкая позиция, он прямо это все, как говорится, от зубов у него все отскакивает. Возможно, есть осознание. Надо более подробно пообщаться по этому поводу. Другой вопрос, есть ли практика. Дело в том, что когда я свои знания получал, я их тут же на практике проверял. Я это все прошел. И задержание, и дурку, и суды, и я все это показывал на практическом примере. Тут работает, тут не работает. В основном не работает. То, о чем говорит живой дух, возможно, это скоро будет мной проверено на практике. Все проверяется на практике. И мне ваши споры, разговоры, терки, они тут вообще не нужны. Все проверяется на практике. То, что я говорю, Антон, все уже пройдено на практике. Антон, и то, что говорит Валера, мной лично пройдено на практике. Я также сделала волеизъявление. У меня был нехороший опыт с моими соседями. И когда я встречное заявление написала, я приехала в полицию через несколько дней для того, чтобы получить вкус. Я им тоже пыталась доказать. Я им показала справку о живорождении. Я там рассказывала, какая я прекрасна, что я взаимодействую на основании статьи 3 Конституции, то есть как народ. И в итоге я им сказала, что я у них также буду по 212 федеральному общественный надзор. На что он мне сказал, тебе не надоело этим заниматься? Мы сейчас к тебе применим просто неповиновение и все. Здесь находятся люди, так что тебе как бы выбирать. Ты, себя нормально чувствуешь? Живая, говорит, ты наша. А то, тебе врача вызвать? Вот и все. Вот и вся практика. И они, в принципе, они там даже не разбираются особо конкретно в отделе полиции. Я говорю, мне от вас, в принципе, ничего не нужен. Мне нужен просто номер моего куспа. А мы, сейчас все понимаем. Все ясно. Я сейчас рассказывал про свою отрицательную сторону практики. То есть, у меня был в самом начале беспредел. Возможно, я неправильно использовал свой статус. Возможно. Потому что я пробовал все подряд. И мужчину, и живого, и человека, и по-всякому пробовал. Все это показывал. Практически результат отрицательный я показал в полной мере. И научился реагировать на этот отрицательный результат. И он, в принципе, этот отрицательный результат иссяк. Но положительного результата у меня совсем минимум. Я не все озвучиваю, но он есть, и он такой, как сказать, минимальный. Со слов живого духа там такой колоссальный положительный результат, что даже мне даже не снилось. Естественно, я постараюсь получить хоть какие-то подтверждения этих результатов. Вот мне тоже интересно, потому что результаты негативные и у тебя, и у меня, и наверняка у многих людей. И чтобы подтвердить свой результат, ты должен его чем-то подкрепить. Видео, аудио, соответственно, правильно? Я же тоже могу сказать, что у меня третий глаз такой, что я вижу всех насквозь. Это же только мои слова. А ты докажи, покажи это на деле. Тогда да, может быть мы как-то неправильно это преподносим. Вот у меня тоже я с тобой полностью в этом отношении согласна. И закончила. Хочу озвучить следующий фактор, что те, кто получили колоссальный положительный результат, им дают получить колоссальный положительный результат только после того, как они заключают договор о неразглашении. Я знаю, таких людей много. Живой дух тут как бы то, что он говорит, это не просто слова. Эти слова совпадают с мнением многих людей, из которых я знаю. Они говорят все одно и то же, один в один. Но они не могут напрямую определенные вещи говорить. Они могут говорить только намеками, потому что они закрыты контрактом о неразглашении. Ну, в любом случае попытки будут сделаны. Попробуй получить хоть какие-то доказательства. Я не знаю, смогут они мне предоставить или нет, но надеюсь, для вас будет достаточно много слова. Ну, вот я надеюсь, что у нас все получится, именно вот как говорит, допустим, живой дух, да, вот роман. Потому что этот путь я тоже уже начала и хочу его пройти. Что я могу сказать? Есть вещи, которые я не могу говорить, но я вам даю фундамент, основу. Вот поэтому я же говорю, вот почему я, Валера, я немного говорю, Валера, то, что ты знаешь, это молодец. Дело не в этом. Но когда ты будешь взаимодействовать со системой, и такие вещи, ты будешь очень много говорить, есть вещи, которые ты должен осознать еще другое, что у тебя есть род, и ты будешь заявлять систему от своего рода, имения своего имени, вот тогда тебе примут. и тогда ты поймешь, что такое имение рода именного. А в данный момент ты можешь заявлять, что хочешь, но у тебя оно утеряно, так верни его назад. То, что потеряла, то, что мать сдала, отдала. Верни его назад. Это имение рода своего. Это называется управление. То, что тебе дано было по праву по своей крови от Творца, верни его. Так верни его юридически значимым, а не словами. Слова к бумажке не прикрепишь. А система взаимодействует только на бумажном носителе. очень подчетно. Подожди, живой дух, повторяешься. Я. Подожди. Подожди, ё-моё, да что ж такое-то, а? И вы еще говорите о каком-то объединении. Когда вы все синхронизируетесь? Не факт, что путь живого духа, он единственный. Нет. Я не отрицаю того, той возможности, что путь мужчины Валеры тоже будет действовать. Но нужны практические действия. Вот если он мне предоставит видео, где он взаимодействовал, что он куда-то пошел, вызвали полицию, пытались задержать наручники по беспределу, как он в камере очутился по беспределу, как его там не хочу наговаривать, но через ту мясорубку, которую я прошел, вот если он сможет пройти и выйти оттуда, и сообщить не просто об обнулении отрицательного результата, о выходе в нейтрал, ну и потом еще покажет и скажет, что есть еще и положительный результат, и тому есть доказательства, и этот путь тоже работает, нет вопросов, но это не значит, что нужно обливать одного и говорить, что вот хотя в принципе оба друг на друга что-то налили, не за что, говори, Валерий. Я ничего плохого не говорил в сторону живого духа, я только отрицал все, что он говорил плохое в сторону меня, это устные оферты, небесная канцелярия насчитывает в первую очередь устные оферты, ты прошел, потому что ты согласился на эту школу на устные оферты, я сделал устную оферту, провозгласил о том, что чтобы не проходить вот эти все школы, которые прошел ты, я сделал устную оферту, я разрешил применить оружие, первый раз выстрелить в воздух, второй раз выстрелить тому, кто мне угрожает самому себе в живот, третий раз выстрелить себе в голову, вот такие установки я дал, понимаешь, я никакие, это моя свободная добрая воля, между мной и Творцом нет посредников, я не собираюсь проходить те же школы, которые прошли вы, мне достаточно вашего опыта, поэтому Бог меня охраняет. Благодарствую тоже интересная точка зрения. Так, кто тут у нас, Андрей хочет сказать, Андрей, говори, Андрей, так, Аладдин, говори. Благодарю, только я уже забыл, что хотел спросить, но добавлю, я по поводу Валеры, добавлю, Валер, ты вот со стороны себя слышишь, что ты говоришь, это раз, во-вторых, мы общаемся на простом человеческом языке, то, что ты там говоришь, оферты, не оферты и так далее. Вот ты скажешь кому-нибудь, когда тебя там примут некие лица, вот такие вещи попробуем, скажи, я тебе 99% гранирую. Подожди, подожди, мужчина, Валера, все это разъяснил, если ты не услышал, что такое оферта, и как он этим инструментом пользуется, я услышал, я прекрасно осознал, о чем он говорит, он действует живым словом, без бумаг, и решает все через живое слово, учитывая опыт других, он на опережение трудится, и опять же, ты вот сейчас взял слово и пытаешься устроить какие-то разборки, опять в сторону Валеры, что ты пытаешься высказать, я его прекрасно осознал, что он сказал, и есть и такой путь, я знаю, люди-то движутся в этом направлении, и есть вот именно как минимум выход в нейтралку, их не трогают, и они никого не трогают, но вот чтобы прям колоссальный положительный результат был, я еще такого не слышал. Антон, мы же прекрасно знаем, что это тяжелый путь, это не одно мытокство проходишь ты, чтобы понять суть этой системы и нашей жизни, и как взаимодействовать с этой системой правильно, потому что методом наших ошибок мы учимся, это же не просто на словах, это и на деле проверяется. Так в том и дело, я же у него поинтересовался, говорю, есть опыт задержаний, вызова дурки, вообще были какие-то критические ситуации, я так понял с его слов, что не было ничего этого, возможно ему удавалось это все избежать, ну вот еще интересует время, то есть вот этого опыта, практического, применения этих знаний, которые он осознал, если это 5 лет, как у меня, то это колоссальный результат, я считаю, а если это вот буквально там полгода, ну это ни о чем, это вот благодаря, давай послушаем, Валер, сколько у тебя этот опыт? Да, 5 лет, я начал где-то в 16-м году, даже уже больше получается. И что, ни разу не вызывали полицию, они ни разу по беспределу не действовали, ни разу наручники не надевали? Нет. Ни разу дурку не вызывали, и ты ни разу в суды не ходил? Нет, я просто не заключаю с ними аферты, правильно сказал, я провозглашаю свою добрую волю, и все, и Бог рот мне помогает, я не даю на себя не вешу никакие вот эти вот чужие какие-то навязки, я их просто отвергаю, отрицаю, отменяю, запрещаю, и все, я их не воспринимаю, первая была мысль, вот если я в мыслях соглашусь, тогда да, может быть что-то будет, но я в мыслях даже не допускаю такого, понимаешь, и все, а дальше я провозглашаю это, утверждаю. Ты используешь принцип творца, а течение переводишь в мысль, и мысль в слово? Да, слово животворящее. Ясно. живой дух, говорит. А самое лучшее, Валера, я вот так всегда пользуюсь, открывая главу, глава 81 стих 6 Псалтыря. Псалтырь. Там все прописано. Там и написано, ибо вы Богдин на земле. И все, мне вот этого вполне достаточно. А они никто с Библией не может противостоять ей. Это написано даже в Святом Писании в Библии. Ибо вы все Боги на земле. Глава 81 стих 6. Запишите и пользуйтесь. И все, не надо ничего. Молча. Вот так большинство заходят в суды. С Библией. Вот про меня, сколько он когда на суде был, мне там хотели за штраф, я же тебе рассказывал. Вот так 2 минуты, ну, пока я там ждал решения, они мне за 4 минуты суд выиграл. Мужик зашел с Библией. Я слышу в соседнем кабинете, он там же все слышно, практически никого нет. И он прям говорит, как и я. Псалтерь, глава 81 стих 6, там четко прописано, кто я есть на этой земле. Ибо вы Боги на земле. Я Бог на земле. Вот и все. И дырку не вызывали себя, да? Нет, они не могут, как они могут вызывать то, что написано в святом писании. Никак, никто тебе дырку, никто ничего не вызовет. Только могут вызвать, если ты будешь качать, я гражданин Советского Союза, ну, вот это вот всякое, сам понимаешь, да, признавать себя бумажными всякими носителями, непонятно кем, да, вот тогда, да, они уже начинают понимать, что это уже недееспособно, уже не понимают. Я же помню, что тебе рассказывал, что в Москву, в Америку на большую международную конференцию приехал статский монах. И когда к нему корреспондент подошел и хотел задать вопрос, что монах, а ты кто есть? А монах перебил и задает ему вопрос, а ты кто есть? обороты. Кто-то говорит, меня зовут Джон такой-то, такой-то, говорит, это не вы. Он еще раз задал вопрос, говорит, вы кто есть? Говорит, да я журналист этого знаменитого международного канала, они там, у них международный что-то был. Говорит, нет, это не вы, вы кто есть? Только на пяти раз он понял, о чем был вопрос. Только на пяти раз до него дошло, что он есть мужчина. Все, больше у него ничего нет, это мужчина, просто мужчина перед ним, не человек стоит, а мужчина стоит. Потом он ответил, я понял, что я мужчина. Говорит, правильно. Ему не важно, кто перед вами стоит. Он задал вопрос, кто вы есть? Это вот как, помнишь, я тебе еще рассказывал, вот есть приказы, министерство, приказы колокольцева, многие задают вопрос, а вы знаете там 249 или там какой-то еще там приказ, но никто неправильно не говорит слово. Как то, что я сказал, ты подтверждаешь теперь мои слова. Нет, я просто рассказываю, в дело в том, что можно по-разному, я лично не говорю, что там вот как ты, по подробности, так не объясняю, потому что бесполезно объяснять тому, кто вообще в этом не понимает. Единственное, что ты скажешь, что я мужчина, живой мужчина, с именем, ну это как-то имя, есть нареченное имя, и то я пользуюсь, я не являюсь, даже вот у тебя имя Валера, да, это Валера имя тебе дала мать, временно, на твои года, что ты пользовался, но она тебе не передала его. Вот я Антону скинул документы, дарил ему. Я, в тени живого мужчины имени Валерии, между мной, Богом родом, да, я это Валер, 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 и черных шляпок. Валера, да подожди, Валер, смотри, даже Валера, это имя, которое тебе нарекла мать, она нарекла тебя просто, это ее собственность, она тебе дала его, она не твое, она не является твоим собственностью. Вот тут вопрос, смотри, если мужчина сам себе выбрал имя. Ты знаешь, какое первое имя тебе дается при рождении дитя? Это первое слово матери. Не имя, первое слово, которое она дает. Бывают, говорят, солнышко мое, там, счастье мое, это есть первое имя творца. Но большинство матери, я забываю, это первое имя, которое дано именно дитя. Не то, которое она назвала Антон, там, Сергей, Николай, там, Валентина, Валя, там, нет. Первое слово, которое она с радостью сказала. Вот это первое, это и есть имя. Я тебе не про мать говорю, не про первое имя, я тебе говорю, уже в осознанном возрасте придумал сам себе имя. Ты сегодня можешь быть одним, зато ты можешь быть другим, зато ты можешь быть третий, ты можешь кем хочешь быть. Ты можешь иметь, даже в Титом Писании написано, 44 аккаунта ты имеешь право иметь. 44, о нет, 144, это аккаунты. Можно правильно просто Библию читать. Там много чего прописано. Многие читают и не понимают ее. Там что-то прописано. В канонах прописано божественное, естественное, позитивное право Библии. Ветхий завет, Старый завет, Новый завет. Что там? Конец света, да? Мыша? Нет, нет, нет. Там за тысячу лет переписано. И вот это чипирование, и что там еще? Самое интересное, что там прописано, там нет, там даже в этом, там даже в этом Святом Писании настоящем, нету даже князя Роша. Роса нету, князя, хотя он там был прописан. Это был святой наш, который основал в России историю, многие еще не знают. Вот. Они оттуда убрали евреи. Я не получил ответ на свой вопрос. Я сам... Ты еще не понял. Ты можешь себе дать себе любое имя, какое хочешь. Да я уже дал, я выбрал себе имя. Блин. Ты не слышишь, что ли? Вот я задаю вопрос, я опять это... Я же тебе отвечаю. Ты дал себе сегодня одно имя. Завтра, после завтра, через неделю. Можешь ходить с другими именами. Какая разница, что ты там себе дал? Какая разница? Сам себе определил моя воля. Ну и что? Моя сегодня воля, сегодня романов, завтра моя воля. Буду Александром. Сашей буду. В чем разница? Ни в чем. Но я сам себе дал, а не мать мне дала. Вот чем разница. Есть нареченное, которое на бумажке написано, которое уже нести туда. В реестр вообще. Это имя. Она есть. А есть кто, которое мать не давала? Ох, род. Потому что я посчитал. Родители. Водород, кислород, родина. Родная речь. Род. От чего слово род? Потому что мать рожает. От слова роды. Родили тело. Родители. 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 Природы. Рождается только душа. Тело появляется. Не рождается, но появляется. Нет, нет. Ё-моё. Все, я так понял, все уже устали. Я вообще, может, я что-то не догоняю. Задаю конкретный вопрос. Что-то влево-вправо какие-то. Начинается за эти корень слова род разбирать. Зачем? Все, давайте завершать эфир. Ми-7. Слово. Как связаться с живым духом? У меня не получается. Телеграмм выдает какую-то ошибку. Друзья, меня слышно нормально? Слышно тебя. Прояви волю. Обратись к ним. Скажи ему слово, чтобы с тобой связался. Вот и все. Слово иду. Попробуй ты. Свяжись со мной. Все у тебя? Да. Благодарство. Взаимно. Все, народ. Я устал. Я что-то это, уже вообще 5 часов 10 минут эфир длился. Благодарствую всем. Постараюсь такие эфиры делать регулярно. И давайте поуважительнее друг к другу. Учитесь пользоваться микрофонами. Учитесь не перебивать друг друга. Уважать. Чужое мнение. Другое мнение. Даже несмотря на отсутствие практики. Результат. Всем благодарствую. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok